так привет привет так раз уж вы все уже тут давайте быстренько в чат напишите что самое приятное вам сегодня сказали ваши родные близкие ну или может быть враги просто быстренько напишите в чат просто 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 пишите в чат что вам самого приятного сегодня сказал кто-либо так а тебе кто-то что ты сказал приятный нет так чат блин так блин не была сегодня я думал такие не работают сказали джемджей какой-то прям комплимент смысле где музыка Музыка услышана, алло. Игоря Гаврилова похвалили на работе важные люди. Тоже неплохо, я считаю. Ребят, ну что началось? Блин, ну я согласен, я согласен. Я сам тоже хорош. Блин. Бум, 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 бум. Никому ничего. Марии сказали, что она храпит, прикольно. Интересно. Так, срочно надо исправлять ситуацию. Я вам скажу, я буду первый, кто скажет. Вы сегодня очень миленькие все и такие классные. И слушайте, что-то у вас есть. Я считаю, что вы такие молодцы вообще. Поэтому, собственно, музыка-то закончилась. Это значит, что вот прямо сейчас, вот кто будет следующим с обратным отчетом. Вот сейчас... 3-2-1 Игорь Гаврилов сегодня первый, потрясающе. Спасибо большое Игорь Гаврилов, все остальные раньше или кто-то позже. А, 3-2-1, бум. Бум. Нет! Ну, меня не... Так, во, видно, все, ура! А что я сделаю, я не знаю. Это Тёма Емельянов. Тёма Емельянов, всем привет. Тёма Емельянов, нет. Так. Говорю, тут вам милые вещи, всем. А разблокируйте, а почему человек написал, разблокируй меня, пожалуйста? Это не к нам, это у них там свои. Что не так со звуком? Говорите быстро или замолчите вовек? Пишите, пожалуйста. Ура, Брагима, спасибо большое. Вот и моя приятная вещь пришла на сегодня. Потому что я был уверен, что меня отвратительно подстригли. Я очень переживал на этот счет. Потрясающая прическа. Всё, а зачем писали звук? Всё норм, правда? Тёма фонит, не фонит. Вы всё врёте. Я могу на наушники перейти, если так будет продолжаться. Ну, ты как хочешь. Передай. О, Тёма, чтобы 0 разблокировали. Ну, разблокируйте 0 уже. 0, да, это 0 же. Или это 0 всё это время. Так, не сбивайте, не сбивайте нас с настроя, так сказать. Тёма Емельяна в гостях. Можно назвать тебя Артемий? Ну, да, по моей заминке, пойми сам, прими решение по моей заминке сам. Можно назвать тебя тот паренёк из фильма «Мы миллеры»? Да. Блин, у меня есть сборник копий, на кого я похожий. Я тебе потом скину. Сейчас хочу знать. Там в основном люди из метро. Ну, это как-то не очень. Слушайте, точно всё нормально. У меня тёма очень громко, но раз вы говорите, что норма, значит норм. Всё же хорошо? Так, я вначале поблагодарю. Просто праздник хватит, блин, доктор. Ты док, ты лечить должен мою самооценку, а ты... Так, ну не отвлекайся на них так, они ничем это не заслужили. Так, я поблагодарю папиков на патреоне, Илья Баваев и Руслан Гаврилов. Так уж сложилось, что Илья Баваев один из самых старых патронщиков, а Руслан Гаврилов появился вот только сейчас в апреле. Но обоим большое спасибо за поддержку. Я и на Бусти создал ранг папиков, ну и всяких там бандитов, чтобы тоже вас благодарить, тех, кто на Бусти станет папиком или бандитом. А ещё я выпустил 44 минуты серьёзного разговора на Бусти патреоне, поэтому самое время подписываться на него. Это эксклюзивный контент, который никогда не будет выложен. Там очень много грязи, мата, хуёв, писек, церкви и немножко политики. Но как скрутится всё вокруг очень скучного человека по имени Костя, это не я, а совсем другой. Но при этом как бы смешно. Так что заходите, подписывайтесь. Я буду вас обязывать это делать. А ещё я считаю лайк заслуживает сегодняшний свет. Я сижу как дурак, мне очень неудобно, но вокруг лампы растаял вот красиво. Я поставил все лайки. Костя Широп – это народный проект, поэтому он обязательно на Бусти и Патреон подписываться. Да, я международный проект. Да, точно, ты же международный проект. Тём, начнём мы с того, как у тебя дела? Да хорошо, нормально, наверное. Я что-то поругался вчера очень сильно с друзьями. И ещё у меня плохой стоматолог оказался. Вот две вещи, с которыми я столкнулся. Я хочу всё это знать. Я пришёл на чистку зубов. Я хожу в платную клинику по ДМС. И я прихожу, ну, чистку, значит, там вставляют, когда чистят, вставляют в рот, ну, такой, типа, ну, не кляп, как это называется? Ну, точно не кляп. Ну, как свой рот расширить. Что это? Кто-то понял? Рот расширитель. Рот расширитель, блин, какое ужасное название. И мне вставили в рот, а не, вот она что говорит. Она говорит, у вас под ДМС чистка входит, но рот расширитель за дополнительные деньги. Ну, это некрасиво. А без рот расширителя можно сделать? Я говорю, я не буду. Ну, давайте посмотрим, как вы будете без рот расширителя это делать. Почему базовая штука, это доп. услуга? О, кстати, да, это можно сделать без рота расширителя? Вот что они сделали. Она позвала медсестру, и они одна-два пальца в рот мне засунули, и вторая вот так засунула, и они вот так всю процедуру на рот держали. Я считаю, что кто-то должен был сдаться, кто-то должен был сказать, ладно, это всего лишь 500 рублей. Или ты, или медсестра. Одна из медсестра должна была сказать, блядь, мы зарабатываем бабки. Да, что-то мы херни делаем. Что-то мы вообще зря. Слушайте, прям тебе говорят, слушай, давай скинемся по 250. Ну, реально, я тоже оцениваю свою работу, ну, пихать пальцы полтора часа в рот чуваку, ну, 250 я готова за это заплатить. Да. Блин, это нехорошо. Что пишет, как за... А, как заставка, все, я понял. Я понял. Я не успел эту услугу до последнего. Блин, расстаривали пальцы. Вот эти прям были щелчки. А сколько, а сколько стоит вся процедура? Ну, вот, 2400 она, по-моему, стоит самочистка. Ну, вот она по ДМС бесплатно. А, поднимем. Да. И 800 рублей сверху на ротарасширитель. Так, подожди, а бесплатно... 2400 это бесплатно? Ну, у меня-то входит в ДМС. Это дополнительная медицинская страховка? Да. А откуда она у тебя такая? Ну, вот купил себе страховку. Блин, может, я тоже, наверное, куплю. Да, да, удобно. У меня зуб сломался один. Я просто планирую сделать это в мае. Ну, хочешь рассказать? Блин, у меня есть теория, почему это случилось. Я и зрителям расскажу тоже. В какой-то момент, я не знаю почему, я решил зевать с закрытым ртом. У меня вообще зевание и потягульки, я не могу их остановить, где бы я ни был, я прям... Я очень сильно, блядь, сука, ну все. Я в какой-то момент начал... Ты думал ты мозг и мозг такой, о, что мы делаем? Да, мозг так и сделал. Мозг так и сделал. И... Слушайте, мой вам совет. Если вы чувствуете что-то похоже... Вы такие... Ну, вы тоже зеваетесь с закрытым ртом. Это неправильно. Я очень сильно сдавливал челюсть, очень сильно, невероятно. И, видимо, один из зубов у меня, может быть, чуть больше, чем надо, выпирал. Я прям чувствовал всегда, как я на него давил прям сильно. Я не знаю, как я это делал. Как только он сломался, я это стал фиксировать, и больше я так не делал. Я прям, когда зеваю, я типа стараюсь зевать. Сука. Так уходит, говорит, слово зеваю. Я зеваю. Но я зевал, прям я зевал, знаешь, как я зевал вот так. Вот так я зевал. И все. В какой-то момент я даже... Я не помню, я на стримах говорил, что-то у меня челюсть болит, что-то у меня челюсть болит. Это, видимо, это, видимо, зуб уже такой, хватит. И в какой-то день я просто хаваю, я еще ем курицу, и такой, господи, сколько же костей, как они могли положить столько костей. Самое смешное, что я съел в итоге все, достал только маленькую пиздюленку, а потом такой, ааа, я зуб разъебал. И я понял, и я пошел и побежал тут же к зеркалу, потому что я вложил в один зуб 50 тысяч рублей, блядь, если не больше, за все время хождения. Я такой, если это, сука, он... Это не тот, это тот, не тот? Оказалось, что это не тот. Это нормальный здоровый человеческий зуб. Ну, у меня просто есть один зуб, который стоит всех зубов, что есть у меня. Вот самый крайний, вот здесь. Я не знаю, сколько раз я ходил, мне его делали классно, он весь такой нарядный, он весь уже такой ненастоящий, нарядный зуб. И рядом с ним вот этот, который такой, а мной займутся? Я такой, обязательно займутся, но потом... Если занимаются им, то я следующий, походу. Да. Вы же рядом находите, стоматолог явно видят, когда с тем ковыряются, что рядом у меня беда здесь. А еще, блин, у меня был случай дурацкий вообще. Мы ехали с семьей очень давно уже. Мы ехали, короче, прям на курорт, прям далеко. Блин, почему я? На Мальдивы мы раз в жизни поехали. И мы из Питера ехали в Москву, чтобы полететь куда-то, чтобы оттуда полететь на остров очень долго. И я, блин, сразу скажу, это всего два случая в моей жизни, больше такого нет. Вы подумайте, что я такой человек. Я сижу в сапсане и понимаю, что я разъебал зуб. Я просто почему-то хуяк, и он сломался. И это больно, это достаточно больно. И он еще сломался так, что он был прям острый, и он ковырял щеку. Блин, тебе нужно, как минимум, будет после две истории рассказать, где ты не ломаешь зуб, потому что сейчас статистика, что только это с тобой происходит. Во всех остальных я не ломаю зубы. Сука. И, короче, я понимаю, что мы едем в отпуск, который стоит очень дорого, и я сломал зуб, а я все. Я, типа, приезжаю в Москву, сажусь в самолет и лечу. И он прям острый, он прям вот просто острый зуб. Я беру усы на карандаш, иду в туалет Сапсана и сгрызаю зуб так, чтобы он хотя бы доломался до состояния, ну, типа, до состояния я продержусь две недели. Я просто сломал зуб и еще просто скрошил. Понял, какое это состояние. Он был очень острый, он был настолько, он вот как-то сломался, и он просто мне ковырял щеку. Я такой, и мне было очень больно, прям вообще язык, все стало сразу кровавым. И я такой, ну, я так интересное решение проблем пишу. Это очень, это очень, это знаете, решение главы семьи. То есть, женщина может сказать, ой, у меня зубы, ой, все отменяется, ребенок просто начнет реветь, а папа идет в туалет Сапсана и такой, а об этом никто не должен узнать в следующие две недели. Зачем это мой любимый карандаш? Вот уж любимый оттен или любимый карандаш. Ну, я его подчинил, потом все нормально, не переживайте. Если кто-то думает, ну, вот сейчас я хожу с одним зубом, я говорю себе, нет, пока не время. Хотя единственное, что стоит дешевле в Грузии, чем во всем мире, это стоматология, поэтому я пойду. Я обязательно пойду. Вот такая история. Не повторяйте это, вовремя лечите зубы и не зевайте с закрытым ртом. Я до сих пор, я когда сломал зуб, я такой, да хватит уже зевать. Я прям, я сминаю зубы, вот настолько сильно я зеваю. А почему ты принял это решение? А? А почему ты принял решение закрытым ртом зевать вообще? Это не решение, я, наверное, больной человек. Это да, а вот так? Ну, потому что, когда ты зеваешь, ты зеваешь вот так. Так. А когда ты зеваешь закрытым ртом, ты зеваешь вот так. Я не знаю почему. Я не знаю почему. Но у меня какая-то оказывается странная привычка. У меня оказывается какая-то странная привычка, о которой я не задумывался до того, как она не сломала мне зуб. Очень дорогой моему сердцу, надо сказать. И очень дорогой зуб. Все, я закончил. Моя починишь. У меня один зуб с колок до сих пор. А как вам перский? Я не знаю, видно или нет? О, да, видно. Но его надо нарастить, наверное, да? Это так делается? Да, но я уже оставлю, наверное, вот так. Уже слишком много времени прошло с тех пор. Уже люди меня узнают по этому зубу. Я буду зевать. Отправят. Она же потом такая, нет. А, если нельзя делать, потому что тебе... Ну, сделай, что-то перестань. Я вот думаю, здесь очень, здесь невероятно дешевые брекеты. И я начал думать, может быть, это как-то связано с тем, что они отсталые. Ну, типа, я стал думать, может, тут медицина слабее. Я не знаю. Но я вот, я пока Паша, который менеджер коммигрейшн, он сделал себе очень дешево, невероятно дешево. И я решил на нем посмотреть. Он говорит, что пока заебись, что лучше становится. Прикус меняется, все вот это. А я прям знаю, у меня явно проблемы с прикусом, у меня языку не хватает места во рту, мне не нравится. Я зеваю и ломаю себе зубы. Вот такие, наверное, вещи. что-то, ну, точно надо сходить провериться. Блин, я тоже уверен, что у меня прикус неправильный. Так не хочу брекеты. Никто вообще положительных отзывов о брекетах не говорит. Ну, как это не говорят? Ну, все делают при этом. Ну, еду выковыривать, там, что-то подтягивать постоянно. Ну, вот это прям, вот, это дополнительная деятельность какая-то. Вот прям. Да, я посвящал этому вопросу время. Я думал, может быть, капы, но оказалось, что капы, это тоже вранье, что-то... На ночь только? М? Типа на ночь только капу? Ну, типа на ночь, но на ночь на всю жизнь считается только на ночь. И это все вранье. Настоящие капы, которые меняют прикус, они такие, что на самом деле они как брекеты. Ты их ставишь и хуй их снимешь и хрен назад поставишь. Очень все сложно. Поставь элайнеры, пишет Катерина. А элайнеры, я помню, что-то такое про элайнеры. А, так это они и есть. Нет, элайнеры это не очень круто. Короче, вранье все. Надо просто, короче, видимо, зубы выбивать и все новые, ставить тысяч за 300. Ну, это сразу после кроссовок. Ну, что, поехали тогда? Или у тебя есть еще одна медицинская история? Ну, вот я в той же поликлинике, я, по-моему, на разгонах рассказывал, что в той же поликлинике мне делали операцию недавно, вот у меня шрам остался, у меня вырезали гигрому, и я, когда пришел на операцию, я говорю, ну, значит, вот, вам нужно вырезать ее. Местный наркоз вводим. Он сделал наркоз и такой медсестре говорит, а куда ему руку положить? Сейчас я что-нибудь придумаю. И я такой, блядь, я не хочу, чтобы что-то придумывалось сейчас. Я хочу, чтобы к моему приходу уже была технология, которая делает это все. И он просто тумбочку какой-то прикатил и на ней делал операцию. Ты не переживай, это могло случиться у тебя где-нибудь в члене, и тогда вырезать было бы сложнее. Я всегда себя так успокаиваю, чтобы со мной не случалось, я говорю, ну, это же могло случиться. Это член мог набрать кредитов, его могли кинуть на бак. И члены за членом выгонялись. Душили бы, член душили коллекторы. Такая шутка, как вам такая шутка? Член Артема шлюха писали бы мне на стене в подъезде. Блин, ну это неправильно, так не должны писать. Тема, где мы сейчас, ты где сейчас? Я в Бутово. Это твоя квартира? Да. Ты живешь один? Ипотеку. Я живу один. Сколько тебе осталось платить ипотеку? Ну, мне осталось платить ипотеку 17 лет. Как я ненавижу это. Слушай, а как подожди, ты стендап-комик, это твоя основная профессия? Да. Твоя единственная профессия. Расскажи, как ты взял кредит на стендап-комедию? Я взял кредит буквально за несколько месяцев, как принял решение заниматься стендапом. Это сколько лет назад было? Это было в 2018 году. Я взял, я взял в июле 2018 года ипотеку, а начал заниматься стендапом где-то в середине сентября 2018 года. А кем ты был до этого? Я работал в закупках рекламы. Блин, это очень... То есть, тебе дали кредит, потому что ты был нормальным человеком с работой. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Азбанк ходит на мои выступления, менеджер от банка и проверяет зло. Я потяну с такими шутками оплату ипотеки или мне нужно повышать проценты? Убивают иногда мне. А если не секрет, сколько ты должен платить в месяц? Я должен платить в месяц 46 тысяч. На протяжении... На 25 лет я брал, но я чуть-чуть скостил. Ну вот, чуть-чуть. Я 25 лет, на 25 лет, и вот у меня я к 50 годам однушка в Бутово, моя, моя. Девчонки! 50 лет, есть варик. Тут консьержка есть. Рядом спортзал хороший. 21 этаж. Ну, знаешь, спортзал хороший. Ну да, в 50 лет будет хорошо. А я, может быть, еще... Я к 50 годам молодуху буду искать. Поэтому, если вам сейчас 12 лет, присматривайтесь уже ко мне. Подожди, 12 лет... подожди, 12 плюс сколько? Плюс 25. Ну, 17. Осталось 17. А, 17. Да. Это есть сколько? 29. 29 будет. Ну, вот такая молодуха, 29-летняя. Вообще, вот сколько? До одного года. Если вам до одного года сейчас... Ну, в целом, да. моей дочери 12 пишет Екатерина. Ну, вот, Екатерина, имей в виду, что в 29 твоя дочь может стать счастливой обладательницей члена, на который будет претендовать и коллекторы тоже. Вот этот вид она может... Лучшего пожелать для ребенка. 50-летний Тёма Емельянов. Блин, это же... Вот все... Фак. Ипотека такая штука. Ты мало что точно знаешь в жизни, но ты точно знаешь, что тебе 17 лет платить по 46 тысяч и 50 у тебя будет однушка в Бутово. Жестко. Но, да, я не знаю и этого. Донатный блок одеяла, кстати, одеяла, поздоровайся. И мы начнем анкету. Как вам такое? Не вижу аплодисментов в чате. Ладно, извините. Ох, ничего себе. Сейчас я... Пропадание. Не-не-не. Там я наткнулся на очень плохой комментар... А, кстати, я должен прорекламировать. Я пропал. Почему мы... А, блин. Так, как это работает? Мы пропадаем. А вот сейчас мы пропали. Все хорошо? Алло. Тем. Кто-нибудь? Да, я... Нас видно? Все нормально? Вот я, да. Я сейчас вижу нас. Все, хорошо. Так. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Я забыл, где остановился. Наверное, вот. Корабликова кидает 500 рублей с сердечком, пишет. Люблю тебя, чертяк и знак яиц. Это с прошлого стрима еще. Спасибо огромное. Корабликова. И начинается рубрика разрыв аорты. Разрыв аорты кидает 50. Сердечком пишет. Помнишь, как было весело, когда я донатила по 10 рублей, а потом мы с Аллой в донатах переписывались? И да, это было весело, если что. Весело, разрыв аорты, но долго, и ты тут не одна. Еще 50 с сердечком от нее же, которая пишет. Просто увидела, что донат от 50 вспомнила, а я говорила тогда, поднимая ту заебу, так что благодаря мне можно сказать тебе, какие-то бешеные бабки кидают. Так бы и кидали все по 10 рублей. Ну дела. Следующий донат от нее на 50 рублей. В понедельник отправляла проверочный донат, не прочитал. Надеюсь, доходит. Я в разъездах. А что еще сказать? Вроде нечего. Ну ладно, хорошего стрима, всем привет. Спасибо большое. Разрыв Аварты. Я прям точно читал все донаты. Я тогда перепроверял прям вот, что я скажу. Аноним кидает 50 и пишет. Костя, привет. Впервые доначу блогеру. Путин. Who is Mr. Putin? Спасибо большое, Аноним. Серотониновая яма кидает 100 рублей и пишет. Привет. Стримы просто супер. Так держать. А расскажи, ты хорошо знаком с Ильей Азолиным? Может быть, есть возможность затащить его на гостевой стрим? Слушайте, а давно вот так? Почему это происходит? Почему иногда мы пропадаем? Да, интересно. Ну, это что-то связано с ОБС. Я не хочу иметь никаких дел с Ильей Азолиным. Это странный человек. Я думаю, что я, если честно, я думаю, что я боюсь Илью Азолина, откровенно говоря. Откровенно говоря, я думаю, что боюсь его. если я его приглашу, он все испортит. Да вы оба два непробиваемых просто будете играть других людей. Тем, а ты в курсе, что у тебя в окне человек Азбука Морза моргает сос. Я вообще не шучу, посмотри. В какую сторону? Ой, он перестал. Я отвечаю, я не угорал. Все это время точка-тире, точка-тире. Ну, типа, перестал, клянусь, но вот, я вообще не шучу, можно пересматривать вот в дальнем этом было. Покажи, какое окно было. Прямо вот сейчас у тебя за головой. Ну, я не знаю, как сказать. В дальнем доме, вот в дальнем доме. Но он перестал. Вот, и там что-то происходит. О боже мой. О боже мой. Что если мы станем свидетелями чего-то? Вряд ли, там, наверное, уже убили кого-то. Вы видели, вот скажите, ну, все же видели. Причем, это, 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 это было сос. Типа, человек несколько раз показал. Удивительно. Ну, ладно, вот, убери голову, вон, 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 моргает, вон, вот, прямо сейчас повернись. Ну, повернись, прямо сейчас, да повернись. Как будто бы хочу скрыть. Да, повернись. Давайте уже на другую тему сменим, что мы крутимся в каких-то сумасшедших. Здесь полно сумасшедших. Сейчас нету, кстати. Уже убили, все нормально. А, возвращаемся к донатам. Да, давайте к более позитивной теме. Донаты. А прикиньте, это же, это же чисто заслуживает статьи на Яндекс.Дзен. Девушку спасли зрители стрима, ну, вернее, конкретно ведущий, прямо во время стрима. Блин, прикинь, вот мы бы спасли человека. Блин, слушай, на всякий случай, зврякни ментам. Да, давай вызовем реально полицию. Блин, а может, правда? Ну, ладно. И мы будем, ну, они придут, и мы вместе будем стрим смотреть, они будут как бы в камере, а мы будем одновременно перематывать стрим на тот момент, где это происходит. Самое интересное, что там правда что-то творится. там постоянно какая-то ходьба, там изменение. Вон, кто-то. Ну, ты нам мешаешь смотреть. Блин, я не... я не понимаю, какое окно, господи. А, свет включается-выключается, да? Но это не там сейчас. Господи, какой дурацкий стрим. Нет, это точно не гирлянда, там человек прям... Ну все, Тем. Ты так, типа... И он заморкал сразу же! Сразу же! Нет, сейчас это просто моргание. Все. Все! Ну это удивительно. Да будь о нем! Там человек... Там человек... А еще в твоем ближнем окне прям можно рассмотреть, что происходит в окнах. Ты подглядываешь за соседями, кстати? Да, я иногда подглядываю за соседями, и... И... Мне вот интересно, они видят, как я занимаюсь сексом иногда или нет? А ты занимаешься сексом? Нет. Тогда, скорее всего, они не видят. Они не видят? Ну тут освещение плохое, действительно. Нет, да просто, если ты не занимаешься сексом, тогда не видят. А, ну, блин, тоже. Тоже этот вариант. Всегда мне мешал. Всегда мешал твоим соседям посмотреть. Так, быстренько, донатный блок добиваем. Так, 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 так. Заметь, что у нас соседи в доме жалуются часто, вот в чате, жалуются на всякие звуки, на любые звуки, которые происходят, но я ни разу не видел, чтобы соседи по чату жаловались на то, что кто-то сексом громко занимается. И, мне кажется, это потому, что никто не хочет себя выставить не крутым. Чтоб такой, знаешь, что вы там, что вы там сексом занимаетесь? И все такое, что-то из твоей квартиры никогда такого звука не было. Блин, но на это стрёмно. Ну, типа, так или иначе, да, ты такой, ну, я не буду мешать. Вообще, во-первых, просто все дрочат в этот момент. Моё личное, моя личная мысль. Наблюдение. Слушай, по поводу наблюдений, вообще, тупая история, вообще, люто тупая и очень короткая. Мы гуляли как-то с другом и хотели, хотели позвать ещё одного друга погулять. Пришли к нему домой, звонили в дверь, а он не открывал. Но слышно было, что там какие-то звуки. Я посмотрел в замочную скважину и в замочной скважине он смотрел Disney Club. Мы забыли о том, что идёт Disney Club, идут мультики. И прикол в том, что было очень громко. И, короче, я мог бы выйти из дома, быстро добежать до дома и тоже смотреть мультики, но мы остались просто у замочной скважины и посмотрели мультик через дверь. Серьёзно, вот и вся история. Вот и вся история. А когда я ходил на подкаст к Диме Гаврилову и Руслану Халитову, как только я пришёл, вот так же у них стоял дом, и там женщина с большой грудью переоделась, и я такой, ой, уже не зря пришёл. Маленькие радости жизни. Я считаю, что это правда маленькие радости. Да, да. Если вы только не вот так смотрели. Ну, а как смотрят? Ну, это тоже верно. Но моя проблема была в том, что когда я посмотрел, я думал, что это взрослая женщина. То есть, когда я видел грудь. А потом, когда она оделась, оказалось, что не взрослая. Ну, молодая. Насколько? Ну, нормальный человек. Вот эту историю. Просто у неё, знаешь, у неё была такая большая грудь, которая обычно бывает большая у бабушек. И я такой, ну, наверное, пожилая женщина. Потом оказалось, что нет, и я такой, хм. Ну, это всё-таки есть разница. Когда ты смотришь на грудь, и ты, вроде грудь большая и красивая, но ты такой, о, это, это, донатный блок. И так, читаем дальше. Господи, что ты несёшь, долбоёб? 150 рублей от Влада с сердечком. Стрим посмотрю сегодня ночью, иду кататься на велосипеде. Цель проехать 30 километров, а так заранее поддержка. Влад, большое спасибо тебе. О, блин, какой кайф съездить, как покататься на велосипеде. Да, ещё это серьёзно, это серьёзно. У меня, я, нет, у меня нет велика, не было никогда. Ну, такого я имею в виду во взрослом возрасте. Блин, круто. Ты купил себе гироскутер или как этот, моноцикл? Нет, я бы не купил. Ты бы не купил себя? Блин, мне кажется, это так круто и эффективно. Нет. Ну, всё, я очень подверзен влиянию. Итак, мышцы с грёбаной пустыни, сто с сердечком. Прости за мелкие донаты, деньги на русскую карту, деньги на русской карте кончаются, а деньгами пока ещё не получаю. Как только, так сразу. Спасибо большое. Фух, фух, это вот был тот самый неприятный донат, а оказалось, что начинается со слов Костя, ты мне приснился. Опять же, мышцы с грёбаной пустыней кидают сто рублей сердечком, пишут, Кость, ты мне приснился, я пришла на серьёзный разговор, а оказалось, ты какой-то семинар ведёшь за смех и разговоры ты выгонял из аудитории. Деталей не помню, но атмосфера была гнетущая. Кстати, мышь, это действительно очень похоже на серьёзные разговоры. Завтра у меня серьёзный разговор в Тбилиси, ссылка в описании. Пожалуйста, если кто-то в Тбилиси, приходите, потому что обидно переехать в другую страну и узнать, что ты не такой популярный, как думал. Я думал, что я везде могу собирать залы, а оказалось, что в Тбилиси не получается. Ты можешь. Да, но пока не выходит. Я философски к этому отношусь, я думаю, что надо снова как-то попробовать по популярности попробовать. Буду двигаться в этом направлении. Кристина, 164, с сердечком. Привет, а вопрос гостю такой. Каким своим поступком ты гордишься? Хорошего стрима всем пис. А давайте сразу и отвечать. Каким своим поступком ты гордишься, Тёма, Емельяна? Каким своим поступком ты гордишься? Я горжусь тем, что я отказался от секса втроём ради дружбы. У меня вот, значит, я хочу это знать. Я хочу знать. Отказался от секса втроём ради дружбы. Это уже же звучит как название для стрима, правда? Парень отказался от секса втроём ради дружбы. Или там было три твоих, два других твоих друга и ты такой, пацаны, ну мы не будем же портить дружбу сексом. Ребят, реально, реально, слушайте, это уже не разгоны. Эл, прекрати. Эл, прекрати. ну, убери, убери, пожалуйста. Эл, ну серьёзно. Я знаю, мы все этого хотим, мы все этого хотим, но я уже обжигался так. Я уже так обжигался. Причём, ну, не фигурально это дело было в сауне. Но я хочу знать, что там было. значит, у меня были подруги, этот, друзья, парень с девушкой. Так. Они, короче, хотели заманить меня изначально вот на секс к ним втроём. Вот. Я сначала целовался с его девушкой, просто он смотрел. Но они на вечеринке предложили, а я люблю целоваться, поэтому я согласился на это. Я прям обожаю целоваться. Не знаю, как вы, вот. И потом они расстались, парень с девушкой, ну, и этот парень сказал мне, что бы ни случилось, пожалуйста, если она тебя позовёт, не приезжай к ней, пожалуйста. Мне очень больно. Мы расстались, мне очень больно. Что бы ни случилось, значит, и она пишет. Правильно ли я понимаю? Они были вместе, и он такой, Тём, давай-ка, давай-ка сделаем секс втроём. Ну, как секс втроём? Скорее мы вдвоём займёмся сексом с моей девушкой. Но как только они расстались, он такой, вот сейчас будет обидно, если она, будучи не моей девушкой, будет с тобой спать. Тём, это бред. Либо я смотрю на это, либо ничего не происходит. Да, либо я её парень, и тогда ты с ней трахаешься. Ну, а если я не её парень, и она абсолютно свободна, и ты с ней трахаешься. Ну, если честно, я понимаю, это просто смешно. Как это ни странно, я это понимаю. Записал голосовое. Если ты запишешь голосовое во время этого процесса, то тогда приезжай к ней. Это меньше, что могу попросить от тебя, как от друга. Кружок в телеге скинь. И, и вот, я, значит, он это написал, и потом эта девушка поехала отдыхать с другой девушкой, тоже моей подругой, в которую я был жёстко влюблён. Прям влюблён, вообще влюблён. А она меня отфрендзонила. Отфрендзонила? Да. И они мне вдвоём пишут, давай втроём отпразднуем Новый год. И присылают фотографию, на что, какие планы у нас будут. Расскажи, 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 что за фотография. Что-то, что-то, что-то фотографии, тём. На фотографии было, они, они были голые, но они не себя сфоткали, а свои тени. Друг напротив друга, вот так. Но это были голые тени, ведь так? Были голые тени. И я провёл небольшую работу, я смог отрисовать потом, как выглядела реальная картинка, отталкиваясь от освещения в комнате. Засунул в нейросеть, и она полностью воссоздала... Он воссоздал комнату, картинку, которая была. Так. И я всю неделю ходил, то есть я держался, то есть у меня было, что я пообещал ему, что я не приеду, чтобы не случилось. И тем, что я пиздец, хочу приехать, что бы ни случилось. И... Ай, мы ещё с ним перестали общаться с этим чуваком, мы с ним не общались особо, не тусовались, всё, мы перестали... Ну, то есть... Мы были уже не друзья, по сути. По сути, да. Да. Но я подумал, что обещание, по идее, должно сдерживаться вне зависимости от внешних обстоятельств. И... Я такой, ну, блядь, ладно. Если я пообещал, я пообещал. Или ты испугался? Емельянов, может, ты испугался? Может, я думал об этом, я думал об этом, испугался ли я? Испугался. Ну, то есть, мне точно было, мне точно было очень трепетно и нервно, но... было и много решительности, стоит отметить. Кость, было много решительности. Кость. Было, было. Было много решительности. Блядь. И вот, я в итоге отказался. Я не поехал. Я взял мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Ладно, ты слишком молот для этой песни. Серьезно? Ты не знаешь, что-то песня? Ты знаешь, что песня? Ну, я не знаю ее. Вот и все. Тогда... Закон только издали, я сейчас все послушаю. Хорошо. Я... Блин, у нас вот такой вот получается донатный блок. И я вам напомню, видите, какая молодец Кристина, что задала вопрос в донате. Вы задавайте вопросы в донате тоже, и тогда вот будет беседа литься. Видите, как неожиданно поступок, которым ты гордишься, и вдруг тройничок нарисовался. Неожиданно. Саша Вишня. А? Не было больше. И вот с тех пор... А знаешь, я вот тебе так скажу. Мне кажется, это идеальная близость к тройничку, которая может быть. Вот как тебе объяснить? Я никогда не был даже близок к тройничку. Вообще. Никогда. Вообще. Да и я, если честно, прям нет у меня такого желания. Вот часто говорят о том, что главная фантазия мужчины, тройничок. Вообще даже близко не было такого желания. Но мне кажется, так или иначе, даже тот человек, который хочет тройничка, это все равно как-то муторно и странно. Ну, не знаю, может, я так думаю. И ты был на идеальном расстоянии от тройничка, потому что вот две девушки, они прям явно согласны. И ты такой, ну, я как будто бы зачекал этот момент. А, вот блин, на самом деле, у меня так работает даже вот когда девушка, ну, вот мы уже соусловились с девушкой, что мы готовы переспать, уже как бы круче, чем сам секс. Я даже могу такой, поехали по домам. Да, да, это прикольно. Так что я думаю, это идеально. Я думаю, что ты еще и представляешь такой, эх, какой мог бы быть тройничок. А потом был бы тройничок, и ты такой, вот о чем люди говорят. Не так уж это круто. Да, 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 да. Вообще, ну, идея гораздо круче зачастую, чем то, что случилось. Всегда. Я по этому жизни не живу, я ее, я ее больше фантазирую в голове. Я вообще в голове, если честно, раза в три круче, ну, вот. Я, я, я в голове закрыл ЧБД. Блин, круто. Скажи круто. У тебя, у тебя, да. Ну, вот. Я в этом блоке не расписываю. Я, мне пришел заход, и я такой, это разъеб какой заход. И пока я его не расписал, так и есть. Блин, вот это, кстати, правда. Да, 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 да. Так, до наших блоков. Тем, не отвлекай меня, тут бабки текут. Саша Вишня, 250 рублей, пишет, добрый вечер, Константин, желаю хорошего стрима и посылаю каплю в море апрельской шкалы. Это далеко не капля, Саша Вишня. Ты большая молодец. Всем бы так, и тогда бы, знаешь, вообще перекрыли бы шкалу апрельскую. Разрыв аорты, 100 рублей с сердечком, пишет, все, все хорошо, я уже в России, Тема прикольный, а ты, Кость, тоже хороший, но брекеты, согласен. Зовите санитаров, 100 рублей с сердечком, здравствуйте, такой вопрос, что хуже, быть ведомым операцией под местным наркозом или плавать на байдарке? Быть ведомым, хуже. Но если это операция под местным наркозом на член, лучше какое-то время побыть ведомым, по крайней мере, на время общего наркоза такой операции. Я надеюсь, все правильно сформулировал. Злой полицейский, 213 рублей с сердечком, здорово, впервые Тема Емельянов был мной замечен на каком-то стендап-фестивале в Измайловском Кремле, не помню в каком году, с тех пор очень люблю его и ваш с ним тандем всегда очарователен. Знак и спасибо большое, злой полицейский. Кстати, злого полицейского давно не видели, рад, что ты жив, здоров. Так, быстренько сбер и погоним. То есть, как бы фестиваль вспомнил, ой, я тогда вообще только начинал. О, кстати, это мой новый вопрос. я задам тебе их. Как молодому комику. Нет, кстати, ты уже считай 4 года. Я уже 3 года пиздец. Опа, опа, ничего себе, что-то творится, что-то творится, видимо. Так, вот. Дарья Алексеевна Б кидает 100 рублей, пишет, чисто за пародию на Складчикову, это на прошлом эфире. Я, кстати, не знаю, смешно это было или нет, получилось или нет у меня. Надежда Юрьевна Т кидает 50 рублей, пишет, традиционный вопрос, самое яркое путешествие. Тем, ты пока подумай, я дочитаю Сбер, ладно? Это тебе вопрос. Изи карта. Хорошо. Григорий Александрович М кидает 100 рублей, пишет, привет, удачи, привет тебе, Григорий, спасибо огромное. Надежда Юрьевна Т кидает 3 по 50 и задает длинный вопрос. Представим, что тебе говорят, у тебя остался ровно год. На что ты потратишь его, что будешь делать, чему себя посвятишь? Кстати, у меня это, это мой вопрос, Надежда. Я его тоже иногда задаю. Начнем самого яркого путешествия. Самое яркое путешествие, я возьму вот этот ответ, у меня их несколько, но я возьму вот этот. Но вы не знаете, что я выбираю, но я тут выбираю. Блин, это удивить, потому что у нас несколько гостей были такие, я вот только недавно сделал загранпаспорт и был пока только в Тбилиси и в Ереване. Блин, я хочу, чтобы у меня уже скоро такая история состоялась, надеюсь, в мае у меня будет такая история. где я в Тбилиси, где я в Тбилиси съездил. А пока у меня такая хуёвая история, у нас мы в Финляндии, на первом курсе у нас был студенческая поездка по заводу Тбилиси, Дания, Германия. Мы три страны должны были проехать на автобусе, мы ездили на завод Карлсберг, Лего, Вольво. А почему, 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 почему по заводам? Мы учились на бизнес-менеджменте, я учился на бизнес-менеджменте, и это типа, мы знакомились там круто, с маркетингом, да, с управляющими, вот мы там общались. Круто. и, ну, особенно эта поездка запомнилась вот как, блин, там, короче, забавный набор персонажей получился в этой истории. Короче, мы приехали в Гамбург, у нас очень плотная поездка была, и мы всю поездку ездили, общались вдвоем с украинцем, с парнем с Украины, всю поездку мы с ним вдвоем жили, и мы с ним с утра иногда опаздывали чуть-чуть, на 10 минут, на 15 минут чуть опаздывали, и нам как-то значит, преподаватель сказал это, короче, будьте опаздывать, мы без вас уедем, давайте, ну, хорош опаздывать. Вот, а прям график плотный, мы приезжаем поздно вечером, у нас буквально время пообедать, утром просыпаемся, едем на завод, дальше в следующую страну. Ага. И вот мы в Гамбургере, в Гамбургере, в Гамбургере. Ну, можно и в Гамбургере говорить. Да. И так и так можно. Ну, по факту. Можно говорить и в Гамбургере, но можно говорить и в Гамбургере. Если вы съездили в Гамбургер, говорите, что были в Гамбургере. А не надо лукавить и сказать. И говорите, что были в Гамбурге. Вообще, не все, не все жители Гамбурга любят, когда сокращают до Гамбурга. Иногда все хотят, чтобы вы говорили Санкт Гамбургер. Вот. И, значит, мы приехали, вот мы, значит, пообедали, и этот парень, Миша, узнает, что в Гамбурге есть улица красных фонарей. Так. Типа, блин, а мы никогда никто из нас не был, поехали. Ну, съездим, посмотрим. Просто вот на часик съездить, посмотреть, как там все устроено. Дай-ка угадаю, Тёма. Ты на все ответы, у тебя всегда тройничок будет в ответах. Во всем, типа, всегда будет тройничок. Типа, ваше самое яркое большинство, тоже поебли. Кстати, я задал, давайте кое-что выясним. Я задал простой вопрос, Тёме, а где ты находишься, где ты живешь? И он такой, надеюсь, никто не видит, как я тут ебусь. Окей, Тёма, а чем ты гордишься? Ну, то, что однажды не поебался. Окей, а твое самое яркое путешествие? Так вот, поехали мы к шлюхам. Ладно, Тёма, не горючись. Самое приятное воспоминание из детства. Однажды бабушка пришла пьяненькая. Блин, я как-то просто который хочет дать понять, что у него есть. Да, 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 да. Ну-ка, давай, хорошо, окей, что было дальше? Да, и, и, к нам присоединился тьютор, чувак типа, один из, как бы, помощников, который следит за всеми студентами, американец. Он говорит, ну погнали, я с вами сгоняю. Вот мы поехали, русский, американец, украинец, мы поехали на улицу Красных Фонарей. Тёма, я тебя прошу, давай без политики. Это не политический, это не политический стрим, окей, мы пытаемся просто хорошо проводить время, пожалуйста, не надо запихивать политическую агенду, не надо запихивать сюда. Только я хочу. Ну да, давай, окей. Да, Миша и Эндрю. Так, редкое сочетание. Ну так. Потому что они из... Я понял. Да. Мы поехали туда, туда-то очень далеко было ехать, мы такие, блин, долго возвращаться, потом, ну ладно, всё, на такси заказали, поехали, что-то взяли с собой по пиву, пьём пиво, выходим на улицу Красных Фонарей, мы приезжаем, мы такие, как туристы, смотрим, нас всё большими глазами, ходим, и первый же стрип-клуб, нас мужик такой, охранник, идите сюда, идите, идите к нам. Мы такие, блин, у нас пиво открытое, мы прогуляться хотели, они такие, да пофиг, заходите, заходите, заходите. Мы заходим, и вокруг нас обсаживаются все девушки, которые были, он, заведение, никого не было там, заведение открылось из-за нас. Девушки уже обсажены, так? Да, они обсажены были, одна встает, ну, танцует, и мы, типа, закажем по пиву. Блин, прикинь, это же вот это вот, вы когда-нибудь заходили в ресторан, где все немного такие, ой, к нам гость пришёл, и начинают работать, хотя до этого явно все сидели на барной стойке с телефонами. Тут такой же стрип-тиз-клуб, девчонки такие, ну ладно, так, я к шесту. Окей. А нам остальные делают, когда они на шесте, давай с ними посидим. Короче, они сели вокруг нас, мы заказали по пиву по одному ещё, пьём, а девчонки вокруг нас заказали в маленькие бутылочки шампанского. И они их пьют, и мы их пьём, мы минут 20 посидели, и такие, ну пойдём, мы, наверное, пойдём дальше, потому что, ну, нам ещё много посмотреть. Просим счёт, нам приносят счёт, и я смотрю, на счёте 690, 690 евро, а я, а мы до этого были в Швеции, и там кроны, я подумал, 690 крон, это примерно 60 евро, охренеть, как дорого, почему, чё за хрень, вообще, мы по пиву заказали? А потом я понимаю, что это не 60 евро, это и есть, 690 евро. Я передаю всем по кругу эту ситуацию, все такие, вы чё, нас наебать хотите, вы чё, чё творится? Они такие, а вы угостили девчонок, которые к вам подсели? Они заказали себе по бутылочке шампанского, каждая по 150 евро, с чем-то. И вы их угостили? Угу. Шлюхи, я не побоюсь этого слова, вот шлюхи. Вот шлюхи. Мы начинаем такие, да вы чё нас, вы нас наебать хотите? Они такие, если мы хотели вас наебать, мы бы заказали вот такое шампанское по 250 евро. Мы такие, блин, ну спасибо вообще, как вы... Тут надо было ещё подходить и говорить, девчонки, а у вас же по-любому есть какой-то, ну, скидки, как у персонала, можете вот свои карты провести? Да, надо было пытаться надарить на это. Вы понимаете? Надо было их переманить на нашу сторону, сказать, почему у кого-то с вами какие скидки не делает вообще? Это нормально, мы на работе могли бесплатно выпивать. Так. Мы говорим, мы вызываем полицию, а она такая, нет, это мы вызываем полицию. Тут важно, кто быстрее вызовет, скорее всего, тот и прав. По крайней мере, у нас так. По закону, ну, так и есть. Стуки, кто первый говорит стуки-стуки, когда приезжают полицейские. И, значит, мы что-то сидим, мы уже все супер, ну, на панике, на какой-то непонятный, что еще происходит. И вот этот чувак, Эндрю, который с нами был, он говорит, давайте я плачу 150-200 евро, и мы уходим. А они такие, давайте. только что был галдеж, прям такой, я заплачу 200 евро, и мы уйдем. Ладно. Эндрю, такой, может, 150? Нет, нет, 200. Мы как фондовый рынок были. А 50 евро, 200 евро. 200 евро, неплохо у вас. Да, и мы расплачиваемся, уходим. Я думаю, это такой план и был, заплатить, ну, типа, показать большую сумму, чтобы мы такие, блядь, давайте 150, и мы уходим. Они такие, давайте, погнали. И вы расплатились? Это все? Нет, это не все. Мы выходим оттуда грустно, идем по улице, заходим в секс-шоп, и ничего нас не радует вообще. Мы смотрим на все эти, блин, гигантские игрушки, и ни с чего не посмеяться, не повеселиться. мы прям, ну, глаз на нас не было. И нас продавец спрашивает, типа, ну, типа, что у вас случилось? Мы рассказываем ситуацию, он такой, а, так это вообще нормально, это здесь прям вообще полно происходит. Сходите в нормальный стрип-клуб. Вот такой-то, такой-то. У меня, у брата есть, нормальный стрип-клуб. Мы сейчас, кстати, его откроем для вас. Да, он выглядит, как кладовка этого секс-шопа, но по услугам никак не уступает. Мы такие, ну, погнали, хорошо, посмотрим. Мы пошли в этот стрип-клуб, и он реально крутой оказался. Там вход был 6 евро, и там прям мотоциклы. Вы в этот момент должны были сказать, так, подождите, в прошлый раз мы были в бесплатном, мы ушли, заплатили 200 евро, тут берут 6 евро, наверное, мы уйдем, заплатив 6 тысяч долларов. Такая шутка, пожалуйста, продолжайте. Да. Значит, я аж в шоке от того, что ты сказал. Я немного, не хочу продолжать. Да, это было слабо, я согласен. Да, красивые девушки, я говорю, какие-то вот машины, мотоциклы, все стоит, крутится, и ребята пошли себе, заказали приватный танец, я отказался, потому что у меня тогда девушка была. Ну и плюс у тебя был друг. Так Тёма стал геем, чисто потому что у него друг был, который запретил ему тарахаться со всеми женщинами. Я ему наобещал, я пиздец наобещал ему как-то. Всякого. Так, окей. Да, и они, пока у них был приватный танец, я их, значит, сижу, жду, у них пока приватный танец, и они там напились сильно, я вообще не заметил, когда они успели это сделать. Я выхожу, они выходят, вернее, такие, чувак, погнали в клуб. Я такой, блядь, время уже 11 часов, полдвенадцатого, нам завтра рано вставать, погнали, обратно в этот самый, нам ещё долго ехать. Они такие, чувак, можно вопрос, пока мы в стриптиз-клубе, то есть вот, я правильно понимаю, ну вот смотри, у тебя была девушка, поэтому ты не пошёл в приват. Да. Но в стриптиз можно. Да. То есть граница здесь проходит. Вот у меня здесь, да, проходит абсолютно. Сейчас она вообще сдвинулась. Куда? Куда она сдвинулась? Мне кажется, чтобы у меня девушка занималась стриптизом. Либо мы расходимся. Либо мы расходимся, да. Я её даже давно зову на стриптиз. Ну окей. Да, да. Там просто надо было трогать. Ну не знаю, насколько надо было. Не, там надо, в смысле, ну это приватный танец. Да, ты заплатил за приват. Поэтому вот, они трогали. Я думал, что нельзя трогать. Ну я помню, что они мне точно рассказывали, как они трогали. Я тогда узнал описание, как пластическая грудь на ощупь. Силиконовая. Силиконовая. Расскажи. Ну, это я перескажу. Да, перескажи. Чуть-чуть по-другому ощущается. Чуть пожёстче. Чуть пожёстче. Ну окей. Такая вот информация. На стол продал. На стол продаю за что. Купил. Так, хорошо, Эльсуи, куда вы дальше погнали? Я говорю, всё, мы едем домой. Они такие, ты сказал, мы едем в клуб, я такой, нет, вообще не это сказал. Так, мы идём в клуб. Я такой, ну на полчаса, на полчаса. Через полчаса я уже напиваюсь. И всё. И мы там где-то 4 часа, мы где-то до 4 утра мы там пьяные танцевали, веселились. К 5 утра мы приехали домой. Мы с Мишей ещё болтали, лежали. Нам вставать, нам в 9 выезжать. Мы в 5 утра вот в номере где-то ещё болтаем, сильно пьяные. В итоге я просыпаюсь от того, что кто-то буквально ломится к нам в дверь. Прям вот просто какой-то тарабарщина, прям громко-громко. Я просыпаюсь супер пьяный. Я, ну, типа, смотрю, Миши вообще похеру. Я иду, открываю дверь. Там этот чувак, Эндрю, который с нами был, он такой... Украинец? Нет, Миша спит. Ну, Эндрю же украинец. Да. Я не смог. Я должен был, но я не смог. Окей. Ладно, сорян, давай дальше. Да. Она такая, вы два дебила, все стоят, только вас двоих ждут, а время 9.15. Блин, я уже забыл, что вы вообще так круто проводили время просто в этом... в студенческом... Да. Так. Ему раздается телефонный звонок, он берет трубку, такой, понял, делайте, что хотите, мы поехали. И уходят. И у меня еще остается нотка, что это блеф. Я бужу, Миша, Миша, вставай, Миша поднимается, я собираю все вещи, все скидываю, собираю рюкзак, выбегаю на первый этаж и вижу, как наш студенческий автобус просто нахуй уезжает без нас, вообще без каких-либо оглядок, просто уезжает. И мы остаемся вдруг в чужой стране, ну, просто автобус уезжает. И вы такие, знаешь, стоите, смотрите, смотрите, как уезжает автобус и такие... Ну, чё, к проституткам, да? Давай к проституткам. И немного кокса нюхнем. Так. Мы пошли, причем, в первый же стриптиз-клуб и такие, не садитесь к нам. Никто там не подсаживать. Никто, суки, не пьет, блядь, за на счет. Так. Мы выиграем эту систему. Мы начинаем думать, что делать. Мы у нас на этой неделе, ну, вот в этот день должен был быть этот, в Airbus, на заводе Airbus, это самолеты производит, компания, которая... это находится за 40 километров от Гамбурга. И мы заказали такси, перехват, чтобы догнать автобус, догоняли автобус. У нас интернета не было, но мы просто вот заказали в Airbus и буквально вплотную вот успели, приехали с дичайшим похмельем. Я всю экскурсию, мы ходим, шикарнейший завод, просто какие-то масштабные вещи, а мне просто блевать хочется. Я прям единственное, о чем думаю, когда мы уже где-то сядем. Это того не стоило, получается. Вообще-то, ну, только вот, чтобы рассказать это на широкофлайт. Блин, ну, так вот я подумал, вот когда еще увидишь завод Airbus'а, а проститутки, ой, проститутки, репетизерши, они же везде репетизерши. Да, да ничего особенного, в итоге эта улица действительно себя не представила, кроме того, что нас вот так надурили и кинули. Ну, так положено, как будто. Да, да, да. Ну, вот, и нам нас единственное еще подкалывали потом каждое утро, когда мы заходили в автобус, нам преподаватель говорил наш, а что вы не на такси сегодня? А что вы сегодня с нами? Вы не на такси? Блин, прикольно. Так, Надежда еще что-то написала, скинула еще 50 и написала прости трою, трою, я не знаю, что это значило, может быть, она имела в виду, ну, я не знаю. Александр Александрович Гэй еще скинул 50 на гамбургер. Вот. Блин, потрясающая история, если честно, пожалуйста, шлите еще вопросы. Тема явно всех обманывает своим видом, не знаю, человека, который хочет рассказать, как, типа, вот как будто ты, ну, как будто все, все, что ты можешь рассказать, это то, что у тебя был секс, вы просто ее не знаете, но на самом деле Тема вообще какая-то рок-звезда, поэтому все вопросы, вы можете спросить, что сегодня ел Тема, и он скажет, что ел не так важно, важно, с кого я ел. так что я сейчас посмотрю еще донаты, и мы продолжим. Так, 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 какой... Ты использовал куда-нибудь еду во время секса? Не, 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 мне вообще такое не нравится в принципе, я даже, ну, нет. Отбирал еду? Ну, типа, я даже вот, когда порнографию смотрел, я такое не смотрел. Мне не нравится вообще, ну, типа, это какой-то бред. Еда, ну, ешьте дома. Вы же дома не ебетесь, дома едите. Не надо ебаться там, где ешь, и есть там, где ебешься. Разные вообще люди и помещения. У меня это и то, и то кровать, в любом случае, но я просто в пространстве разделяю их, потому что в разных временных отрезках это же разное место, по сути. Мы же движемся в пространстве и времени. Я правильно понимаю? Да. Донатный блок. Коко Вермишель кидает 100 рублей, пишет, только однажды я вызывала копов, когда у меня в подъезде женщина орала так, будто ее скрутили в узел и затолкали в мусоропровод. Я таких криков в жизни не слышала. Оказалось, баба просто напилась и орала. Ну, такое тоже бывает. Спасибо за донат. Аноним кидает 50 сердечком, пишет, привет, вопрос к Теме. Каково это, когда тебя шлепает кость А то он сказал, что не приемлет связи с подписчицами и мы сами никогда не узнаем. А я тебя шлепал. Да, ты меня шлепал. Это одно из моих самых, это самый мой любимый фрагмент в разгонах за все съемки. Я вот был, не знаю, уже раз 7-8 и момент, когда Костя шлепает меня по попе, а сам Белл говорит, что ударит током по яичкам вот этой штучкой. Это по всей день самое теплое воспоминание. Ну, вот такая у Темы жизнь. Карманный бильярд кидает 100 рублей сердечком, пишет на лекарства от Альцгеймера. Это за прошлый стрим тоже, видимо, спасибо большое. 250 от Elfie Dreamer сердечком, пишет, привет, привет, такой вопрос, как вы определяете для себя любовь? Love is что такое? Ой, давайте спросим у Темы. Мне грустно, потому что я давно этого не испытывал. вот прям вот так вот Короче, это когда твой мозг решает тебе вкидывать огромное количество эндорфинов вообще на твое, вот на то, что, на объект твоей любви. Это может быть работа, это может быть твой друг, это может быть девушка, это вот что-то, на что ты, о чем ты думаешь, и мозг тебе вообще готов отказываться от времени, готов отказываться от вот всего внешнего вокруг, чтобы уделить время человеку. Или это, наверное, влюбленность больше, да? Это как будто страсть больше. Я вот раньше тоже любовь так описывал, как неуемную жажду обладания, но теперь как будто вообще непонятно это все. Мне понравилось, это, по-моему, это, это, в общем, это когда дедушка храпит, а бабушка не слышит, потому что, потому что она любит его. Блин, мне кажется, вот можно ли посчитать, вот что я в своей жизни раньше вспоминал, как, когда вот у меня был эпизод в любви. Это когда я встречался с девушкой, у нас были классные отношения на расстоянии, ну, реально, очень были теплые отношения. на расстоянии, кстати, обычно хорошие отношения. Да, 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 потому что мы встречались не так часто и встречи были очень теплые из-за этого, более тактильные, более приятные. Тактильные? Из-за того, что вы не на расстоянии? Ну, в смысле, когда встречались вот через какое-то время. с вами были тактильные. И когда мы, когда нам пришлось расстаться, потому что мы из разных стран, она из Франции, я из России, и мы не могли больше, мы не могли понять, как там в итоге в одной точке оказаться. Ты кто, блядь, такой? Ты кто, блядь, такой, Тёма? Ты кто, ты кто нахер такой? У меня просто, ну, она была из Франции, ее звали Матильда, и я говорил ей Матильда. Жули. А? Конечно, Тёма, Еще бы. И вы однажды бежали, а сзади взрывался дом. И вы, и пошел дождь, и вы начали целоваться. Подзнаешь, подзнаешь, вот ты прям так рассказываешь, мы начали целоваться, дождь, а камера вот так наверх уезжает, и вокруг полицейские с мигалками, прям. И мы прям вот так вот целуемся. Какая камера, Тёма? Ты чёс? Так. Да, и мы, мы в итоге, мы поняли, что, ну, она не в Россию вряд ли приедет без русского, я во Францию. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, у нас была классная любовь на расстоянии, но тогда в сеть утекли фотки с этими шведками. Я же тогда переспал со всей шведской командой по лакроссу. И, блин, мне было так стыдно. Но это было... Кость, ты должен меня понять, это была просто похоть. Жюли я по-настоящему любил. А с этими девчонками по лакроссу, да, это... Да. Треничка у меня не было, но у меня было 16 раз по 3. Да. Я все равно считаю, что, ну... И тогда я поехал к ней на остров, который она в тот момент снимала, я прилетел на вертолете, и мы долго пытались объясниться, но она сама сказала мне, что... Тёма, ты свободный волк, ты должен быть один. И я как раз к тому моменту уже, как будто у нас был какой-то флирт с мулаткой пилотом этого вертолета, и мы уже улетали и занялись сексом, прямо улетая от Жюли на острове. А так у меня ипотека в Бутово спасибо большое, хот-ди очень помог. Нет, я так пришел вообще от истории к ипотеке в Бутово. Так, прости, я тебя перебил и снова. Выше влиятельные люди из правительства, из тайного правительства хотели, чтобы мы расстались. Так. Влюбился в нее и... А что за папа-бандит или кто он там? Нет, у меня не папа-бандит был, хотя папа, я ее очень боялся. У нее папа, она рассказывал просто историю, у нее отец очень строгий. У нее отец итальянец, а мама француженка. Вот она помесь. Так не говорят? Ну, говорят, если это собака. Ну, вообще нет. Ну, вот, очень говорят. Правильно, я все правильно рассказывал. Это же была собака. Прости. История резко другой поворот имеет. Так. Он не куцлой, а пиздец странный. Да, и вот что у нее отец очень строгий, что он вообще, она никогда парней с ним не знакомила, потому что, ну, вот он супер, вот такой как итальянец. И я с ним познакомился, и он вообще меня очень сильно полюбил. Но я его представлял как Тони Сопрано. Он для меня был, я вот когда сидел с ним за столом, я как будто с Тони Сопрано кушал. Он меня уважал, как русского человека. Он молодец, молодец. Хорошо. Да. И... А, вот у нее родственник был. Есть известный мафиози Бернандо Провензано по кличке Трактор. Это вот есть буквально на Википедии даже принес статья. Он типа в Америке сейчас отсиживается. И я у нее спросил, это ваш родственник? Она такая, мы не хотим это никак... Ну, мы хотим откреститься от этого рабства, но с 90% вероятностью, что да. Потому что у него... Ну, отец в Сицилии, и в Сицилии все там и так родственники, поэтому шансы вообще гигантские, что это вот их родственник. Ну, вот. Мы расстались. Я не мог во Францию приехать. Мы искали работу. Я в Англии. Ну, я думал, может, в Англию вместе поедем, в Англии будем работать какое-то время. Ну, я искал вариант. В Сейшелы. Набутили домик в Майами, но ничего не... Ну, решил на Бутову остановиться. Так. Фух. Да, мы расстались. И я хорошо это принял. Я принял такое, ну, справедливо, ну, ладно, ну, грустно, но такой этап в жизни. И я поехал, значит, через какое-то время в Питер встретиться там с другой своей знакомой, с девчонкой. Думал пожить у нее, ну, просто вот как бы там пообщаться, друзья. Я приезжаю в Питер, и я понимаю, что я просто не могу без жули. Просто у меня... Меня так придавило. Меня... Я никогда такого не испытывал. Еще я прихожу в ресторан в Питере, и там играет французская песня, ее любимая песня, которая вообще неизвестна в России. Я никогда ее не слышал. И вот с тех пор вообще не знаю, не слышал ее ни разу. Я думаю, какого... Вообще, какие шансы, что эта песня должна была заиграть здесь? И я прям, может быть, позволил себе выпасть, но я так выпал. Я прям... Ну, короче, в какой-то прям жесточайшей депрессии и одержимости был. И потом... вот это вот длилось все три месяца. И я думаю, что вот это и была любовь. То, что случилось после наших отношений. А, ну, к ней, в смысле? Да, 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 да. Любовь к ней. Вот это было самое яркое, самое сильное. Я вообще переродился в тот момент. Я как человек... вот новый Тема Емельянов начался с того момента. Я упал в самую грязь, в самое дно. И вот перестраивал вообще все свои идеалы, все отношения к всему. И вот какой-то вот уровень осознанности сильно появился. И вот я тогда вообще восстал. Я помню, ну, в какой-то момент я жил этой одержимостью. Я помню, наш друг общий француз, он предложил сделать реньюнион у себя дома в этом, в Лионе. Мы, типа, летом иногда собирались... У него родители уезжали. Да. И мы собирались там тем, с кем мы учились. Мы же учились этой жюли вместе. И вот мы, типа, вот этим курсом собирались потусоваться в Лионе. И вот эту встречу мы назначили. Я такой, я приеду на эту встречу, и я так ее впечатлю. Я буду вообще лучшей версией себя. И она... Мы вернемся обязательно. Мы встанем вместе. Я сделаю все для этого. И я все это лето качался, как не в себя. Я учил песни на гитаре одну за одной. Я такой, ну, буду, типа, невзначай, сяду поиграть на гитаре. Ну, короче, вот все. Это я прям жил. Эта идея. У меня никогда не было столько сил на что-либо, чтобы что-то делать. И я приехал, и ей так было похуй на меня. Ну, то есть, я в тот момент понял, что она двинулась дальше полностью. Она вообще двинулась, вообще, все, другая жизнь. А я все это время жил вот этой идеей. и у меня прям мой мир такой... И все, вот у меня открылись глаза. Но это было классно. Я бы ни за что этот период не променял. продолжаем донатный блок. Блин, тут люди накидали тебе вообще всего, что только можно. Ну, нет, Тема, это потрясающе. Это потрясающе. Я хочу больше о тебе знать теперь. Но, скорее, видишь, это больше похоже на... Ну, то есть, на какое-то придумывание. То есть, вот ты был с девушкой и вы расстались. И вот, видишь, ты как говоришь, что это как будто любовь случилась после. Как будто вот... Ну, назовем это пиздостраданиями грубо, но по логике это вот очень похоже. Типа, вот придумал себе образ. А почему, интересно, ты не задавался... Ну, то есть, а как вы расстались вообще? Просто, ну... Звонились, да, и обсудили, решили, что, ну, а как? Ну, тяжело. Становится все тяжелее и все меньше шансов. Я уже... Я заканчиваю учебу, она заканчивает учебу, дальше мы будем работать. То есть, понятно, пока мы студенты, так еще вроде как полегче покататься. Ну, а дальше... Куда? Должна быть какая-то конечная точка, где мы встретимся. Отношения на расстояние не могут вечно длиться. Ну, да. И вот это отсутствие варианта... Я все вакансии во Франции посмотрел. Она мне скидывала целыми днями. Я за все подавал, везде писал, и вообще всем было плевать. Я даже, я клянусь, я даже писал работодателю историю нашей любви, чтобы он дал работу. так тебя и приняли в агенты Кингстон. Как они? Не знаю. Блин, потрясающая история, Тём. Ну, как будто, знаешь, как будто с тобой надо вообще начинать с самого начала. Типа, Тём, а где ты родился? Я родился в пригороде Берлина. Тогда как раз... Причём, знаешь, вообще запиздился так, что такой... Тогда как раз вот варшавский блок только формировался. Такое... В советской базе проводились эксперименты. Да, да. У меня нет ни матери, ни отца, я результат атомной бомбы на пляже бикини. Ух. Так, Саша Вишня кидает 250 и пишет, так приятно стало, когда ты меня похвалил. Держи ещё, надеюсь, хватит на бутерброд в Двилиси. Саша, спасибо большое тебе за всё. 5 долларов кидает Let's Go Parting с сердечком, пишет, Тёма напоминает мне моего бывшего парня, хотя тот был даже не русский и не в России. Какие-то смешанные чувства от этого. Вроде как будто близкий человечек мой. И, соответственно, Let's Go Parting кидает ещё 2 доллара. Сердечко пишет, о, а вы рассказывали, как снимали подкаст. Очень круто получилось. А что там рассказывать? Тёма позвал, вот у него. Кстати, странно, это же со мной получился первый подкаст, но ты снимал с кем-то до меня. Да, да. Следующий выпуск будет. Угу. С кем? Я решил с этого начать. С Арианой. С Арианой. Ариану решил. Ну, она всё-таки хайп-машина, поэтому... О, окей. Саша Вишня кидает ещё 250 сердечком, молчаливый, а потом ещё 50 сердечком, и пишет, предыдущие донаты предыдущие донаты были без сердечка, решил исправиться и забыл о сообщении в предыдущем. Исправляюсь опять, извините, пожалуйста. Вообще, ничего страшного, Саша Вишня. Спасибо большое. Спасибо. Всё, всё, всё ок. Всё ок. Блин, мне всё очень нравится. Мы уже почти заканчиваем, и я не перешёл к анкете. Нет, реально, сколько времени уже. Да. Елена Валерьевна Ка кидает 50 и пишет, Артём так... Как Артём так сильно похудел? Ты сильно похудел? Да, я очень сильно... Я на 20 килограмм похудел. Серьёзно? Да. Блин, я не знаю, куда можно скинуть. Я могу скинуть фотографию. Давай я тебе сейчас... Я тебе скину в телегу фотографию. Давай. И ты... Квак. Ты... Охренеешь, насколько я похудел. Короче, несколько причин. У меня были антидепрессанты, от которых я сильно набирал вес. Они были для сна. У меня... Просто... Вот нужно было пить. Плюс образ жизни был не самый лучший. Вот. И... И потом я... Вот начал я и диету, и спорт чуть-чуть подключил. И, в общем... В общем... 20 килограмм, реально. Я был сам в шоке. Но я тебя не знал таким, да? Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Мы с тобой записывали тот мотор... Не, я тебя вообще не помню плюс 20 килограмм. Вот я тебя, как сейчас вижу, я тебя таким и знаю, и всё. Я не видел тебя. Вот фотография в телеге у тебя. Блин. А я покажу это людям? но я тебя не знал таким вот посмотрите это тот самый человек который который такой я приеду и жули снова будет моя ну я таким был кстати я таким был несколько раз жизни типа вот в тбилиси я был таким тоже я был 86 самый больше килограмм вот так да это при том что я никогда не мог но перейти за 70 килограмм вот у меня был всегда рубикон 70 килограмм не могу зайти я как бы я не качался не ел я всегда вот типа треща бы мне максимум щеки разбухали а тут я сам не за я не заметил как я просто вот разбух взбух и вот в этот же вечер где вот эту фотографию не скидывают я идут встаю на весы в сауне и я вижу 84 килограмма то есть я никогда 70 не видел на весах а тут бой 4 и я такой счета надо видимо все моя бессмертие что я могу есть сколько хочу не толстеть самое страшное что тема смотрит какое-то ток-шоу политическое на отр самое страшное не в этом сижу с такой хари и в сауне с пивом вот знаешь даже прям вот лицо именно она другое вот все-таки знаешь часто показывают людей похудевших и там прям ли лицо меняется тоже такое же и костян еще что-то там затирает про новую этику а что не не так от у меня фэдшемишь я тебе вообще не фэдшемлю вот 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 он вот она вот твоя картинка для тиндера знаешь полин такой челлендж сделать с этой картинкой выбить свидание себя свайпы вправо супер лайк и знаешь написать всякие всякое всякое мразотство такое типа тарелочницы нахер разведетки с прицепом и там знаешь вот это вот все вот такого мимо да блин я уверен что там будет слушать должен сделать это мне кажется когда ты одинок надо пробовать такие приколы да а тем более ты сейчас очень одинок тем у тебя сейчас кстати это никого нет ну будет да все оно началось сейчас реветь будет посмотрите на него ревок-оревок ужас то есть видишь елена валерьевна к знала тебя вот полным а как ты похудел в итоге ну вот я слез с этих таблеток и попробовал бездрожжевую диету на месяц я вот я очень много сладкого ел я вот решил отказаться я короче вообще ты ты знаешь про бездрожжевую диету но это когда дрожжение до тебя что не спроси ты всегда все знаешь да я это и короче там можно было есть только вот как мне объяснили что курицу огурцы и яйца все что можно было есть как будто эту диету составил пассажир плацкарта она должна называться москва саратов и ну короче суть была поменять пищевые привычки то что я вот очень зависим от сладкого от всего что короче содержит дрожжи типа города первые две недели будет сложно а потом легко у меня за весь вот я где-то месяц и две недели это пробовал у меня не было ни одного дня чтобы я не хотел сладкого блин а я узнаешь я я всю жизнь ем сладкое всю жизнь меня типа особенно расфигачивает именно на булках вот я люблю булки но мне было так легко я участвовать снова ям сладкое потому что ты я так сильно похудел что как будто такой да и похер я буду есть сладкое но когда отказался было вообще легко резко я сахар перестал добавлять в чай не знаю ну то есть я вот тоже прям я жесткий сладкоежка и я очень удивился как это я начал есть всякие типа там мандарины там типа груши наверное мне не надо было сразу с такую строгую делать потому что так это вообще ужас конечно это ужас зачем мне это вот классика это классика знаешь жрать типа пакет майонеза с кривкой с креветками а потом типа нет брокколи выпаренный да нет давай в брокколи подсолнечного масла так реально вкуснее ой смысле сливочного это реально вкуснее насыпь всяких трав брокколи добавь нет нет вчера я обожрался специально всего потому что сегодня сажусь на диету блин чё за дичь просто надо ограничивать себя я хочу найти свой баланс какой-то может быть один чит мелчит дэй какой-то в порядке ты же уже в порядке я в порядке но это это сильно влияет на сон это влияет на эмоциональное состояние и так говорят очень сильно влияет и как будто бы лучше бы тоже привести это в порядок в идеале но я вот заметил когда я прям сильно я был момент когда я сильно старался типа там не было полторы тысячи калорий и бассейн я прям засыпал с чувством голода что для меня был вообще немыслимо и я обычно всегда наедался перед сном что вообще неправильно а тут я прям просыпался с чувством голода но мне капец как нравилось просыпаться просыпался такой свеженький прям классники так о нифига это вот можно просто не хавать перед сном и будет хорошо ну еще вот сел сладкого с утра либо бед и я еще очень сильно отключаюсь из-за меня прям перегружает сладкой я уже такой ну сейчас у меня прям у меня сейчас прям есть лаваш с нутеллой я вот мое сладкое покупаю лаваш пышный пышный такой лаваш а духа духа если к этому лавашу добавить мороженое ванильное блин вы не представляете если еще на куриц ладно нет на курицы так блин тем я уже чувствую что мне придется звать тебя еще на один стрим потому что полчаса осталось мы еще даже не начали ольга леонидовна п кидает 150 и пишет кости обнимашки а тема очаровашка спасибо большое от нас обоих елена валерьевна к странно кидает 50 рублей пишет ваш любимый вкус шоколада шоколадный а но вообще вот в детстве в детстве же все едят молочные а потом становишься взрослый такой блин темный шоколад разъеб какое когда наступит этого сколько-то это понял ну где ты нет еще не начал вообще ну нет невкусно мне нравится ну на понравится не волнуйся хотелось бы я все жду когда мне соленые огурцы понравится смысл я до сих пор но они не могу их я не могу их есть просто вообще соленья не переношу и соленые огурцы это то что попадается почти во всех блюдах и мне хочется не так хочется их полюбить но блять какая-то дресня вообще они бывают разные вот эти я не люблю малосольные вот эти крупные огурцы их не люблю а вот каким корнишончик и все очень вкусно любой я причем игру но я типа говорят каждые 7 лет меняются вкусовые рецепторы и я уже прошло 14 лет с того момента как я принял решение полюбить соленые огурцы уже два две эпохи прошло что с оливками ним переношу еще хуже на тебя же только 25 не 29 29 не ну два года еще дай бог дай бог дай бог дай бог как раз возьмешь огурчик помидорчик огурчик этот грибочек водочку и вот так окей мы я все дочитал я не все дочитал ребят если честно ну я не знаю один из лучших стримов а вы донатами просто говорите что вам ничего не нравится ну думайте как хотите это ваше дело но смотрите сами и горки да и 250 пишет у меня в школе была девушка из франции и звали лолита каждое лето мы проводили вместе у моей бабушки она хорошо пела и танцевала потом я ее бросил так как я самец и совершенно точно не гей спасибо большое и горлога партинг кидает 5 долларов сердечком пишет тема покажи нам видео открытку плиз костя ты плакал у меня начали наворачиваться слезы в первые пять секунд поэтому хорошо что не показали до конца но сейчас я готова поплакать от умиления а ты выложил в итоге выложу в телеграм-канале тема емельянов а я выложу раньше прямо сейчас тогда но я тоже выложу записывайтесь на мой телеграм-канал ссылка в описании и на тело емельянова то есть вам падло два раза нажать я кстати выложу туда же фотку нет 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 это некрасиво но я про фотку блин я прям сейчас сделаю это причем я пересылаю сообщение от темы поэтому можете просто найти его в телеге и написать ему начать такое обидное про жердяев а я случайно реально чуть не отправил фотку блин так впадлу ребят а ты уже сделал нет я первый а у тебя есть вообще это видео тебе его макар да все я но я даете но все я отправил вот приходите в телеграм-канал подписывайтесь на телеграм-канал это я кости шок и на бусте патреона на что вам удобнее что он нравится подписывается вот так финал очка по на данный момент они этот финал очки было от let's go партинг партинг let's go партинг так и вот за полчаса до конца стрима начинаем начинаешь даже как мы начнем мы начнем с того что я не знаю ничего про твой путь в стендапе я просто хочу узнать базовые вещи типа как ты там оказался как ты вообще начал до первое первое мое выступление было я я в москве начинал было с друзьями там короче поначалу ты когда выступаешь очень много микрофонов где нужно друзей приводить так и это как будто бы самый неприятный очень сама неприятная часть по что выступать перед знакомыми еще куда не шло а перед близкими тяжело а когда ты только начинаешь и ты сам не знаешь то будет происходить как будто бы самое было неудобно блин странно ты начинал восемнадцатом году и тогда все еще было такие вещи у шутки ради это продолжалось до закрытия их окей какая-то бизнес идея видимо себя не оправдала вот и я помню что я месяца три-четыре выступал ходил просто по микрофонам я еще не ну короче мне было сложно прикольно мне самая страшная для меня часть была вообще общение с комиком у меня какая-то бессонница тот период примерно не началась собственно и мне кажется очень сильно связано со стендапом и там ситуации в семье вот она одновременно случилось и ну короче его перевозбужденный приезжал вечером домой не мог уснуть и вот оно все закрутилось в итоге потом я просто разучился спать как будто бы мозг привык не спать и вот в подвешенном состоянии находиться и я познакомился с хитагом коли его меня знаешь что его нет да а он тогда собирал короче туда тогда начал появился проект стендап андеграунд не злоб не злобин решил собрать вот типа сделать альтернативу стендап на тнт и я так сказал что ты прикольно пишешь но типа ну пока я выступаешь ну видно ты зажат но ты прикольно пишешь давай попробуем у тебя записать походи и я помню что это меня очень сильно внутренне бустанула ну как будто бы я получил внешний бруф которого мне не хватало и я немного стал и чуть-чуть посвободнее я прям помню что где-то вот на 6 месяц я впервые на сцене опустил плечи то есть я вот так вот входил всегда вот так вот так выступал я прям помню этот момент как я осознал это я опускаю плечи и такой о вау я помню твой период когда ты выступал вот так про медузу про медуз так такие блины зажатыми плечами на замор неуверенный хотя бы привлекательный и вот мы и я в итоге попал первый мотор первую запись ну и вот я очень долго крутился вокруг стендап андеграунда я прям мне очень хотел чтобы этот проект сработался сработал я там познакомился с ильей овечкиным и мы с тех пор стали лучшими друзьями очень люблю его и скучаю по и овечкину классный чувак вот мы с ним как раз теплом вспоминаем очень часто стендап андеграунда что мы вот как раз там там познакомились вот и потом значит на второй год проекта мы сняли первый сезон у меня там было три монолога ну и нормально но как бы зашло я чуть-чуть появился на картах более-менее организаторов каких то есть это не медийку дает но хотя бы кто-то узнает что можно позвать куда-то да не стопудово стопудово да потом второй сезон начался как ты вообще как ты вообще начал и вот знаешь сам заход в стендап типа короче я очень ну зажатый человек я очень стресс испытывал я думал что я никогда не начну я прям был уверен что это так и не случится я когда переехал в москву в этом и я как бы так блин я обожаю стендап я просто кучу смотрю стендапа прям его очень любил жанр я в какой-то где-то в 2017 году начал просто делать заметки всего что у меня просто заметки их-то мысли это были абсолютно вообще отвратительные заметки но это сформировало важную привычку это делать в целом и вот я начал ходить над одной мысли что я когда-то пойду выступлю меня прям вообще всего сковывала прям вообще огромный страх и я и я записался я ходил в театральную студию да мы ставили спектакль я подумал что во первых это мне поможет отчасти и я думал как только я почувствую себя чуть уверенно что готов записаться на микрофон я сразу это делал пока я испытываю вот этот страх я не буду никуда записываться и вот я ходил где-то с этой идеей полгода пока я не наткнулся на два интервью они причем мне как-то стык в стык попали когда был берном рассказывал что он у него панические атаки на сценах случаются до сих пор что он очень дико стрессует перед выходом на сцену и луис сикей рассказал что он каждый раз перед записью сольника думать ну их хуйню я написал это в колу это короче это говно идет не нацать нельзя выступать и он потом себя дергает говорит нет это это охрененно я это написал я над этим работал я очень много сил вложил а убрать эти мысли на я потому что раз хороший совет кстати я потому что раз у них это до сих пор происходит то и я никогда от этого не избавлюсь и нужно просто в итоге пойти и и выступить вы просто это взять и сделать а кого ты первый увидел на сцене ну вот типа как-то узнал стендапе мне кажется достаточно по классической схеме в россии это был я помню я тогда уезжал учиться финляндию это был 2011 год я помню как первый стендап я его смотрел собственно по дороге когда уезжал в микки ли это у меня было я скачал сольник этого луисе кейл шеймлэс нет да шеймлэс и еще было 30 минут да да полчаса до я смотрел и я вообще не мог поверить что можно так так смешно у нас очень похоже с тобой только ты начал потом развиваться я то есть также секея заскочил я бы зия я даже думаю что секея не было я может быть и не но типа никто так меня не убил вообще не шокировал как сики тогда да 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 и вот кому-то вы собственно вот в этот период начали его я отрезки какие-то отдельные появляться его там какие-то на лейт на это его появления вот этот блок был про то что все телефонами типа это вообще его взорвало ну то есть это прям был жесткий босс для него вот и и и вот уже финки я прям начал много смотреть что ты делал финки учился ты же в лионе учился ты запиздился тем в лионе жил парень с которым мы учились на одном курсе он жил в лионе и звал нас сюда на рень юниан я могу в обратном порядке рассказать вернемся к 21 часу 20 минутам и можем повести этот стрим другую расскажи про твою худшее выступление худшее выступление о это да и расскажу короче это был корпоратив меня меня объявили ужасно как тогда там я десять минут надо было выступить я не знал как еще выглядит сцена там два ведущих что-то там рассказывают типа вот сейчас выйдет теперь первый выступающий перед перед нами на барабанах кто-то играл барабанчик это москва это москва да так хожу на сцену и там танцпол это ты сколько уже занимаешься стендапом я занимаюсь дапом 8 или 9 месяцев ну то есть ты уже нам так уверенно себя чувствуешь да вот у меня вот эта уверенность и меня типа позвали на корпоратив то есть уже знают что типа вот можно позвать есть определенная уверенность так она не сравнить ну как бы уверенность продолжает появляться по сей день но тогда уже вот такие первые плечи тогда уже были вообще вот здесь потрясающе вот этот значит гигантские потолки вот гигантский танцпол пустой абсолютно танцпол в конце танцпола полукруглый диван на котором где-то 10 женщин в паранже и один толстый мужик посередине сидит а дальше идут типа как лоджии для vip чуваков то есть кто-то но это же клуб ночной типа и по идее там кто-то на танцполе тусуется а вот там лоджии чего типа там с кальянами кто-то сидит и вот куча лоджии там куча 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 людей вот там все люди находятся и местами то есть вот это огромное расстояние пустоты метров 10 вот и вот это группе группа людей полукругом сидят и вот очень богато выглядит и вот дальше вот и молодежь более-менее тусуется и я выхожу и у меня нету во первых абсолютно никакого скилла отбивать что-то ну происходящее реагировать рефлексировать на сцене я вышел рассказать те 10 минут которые у меня есть рассказать и как только их начинаю рассказывать я думаю а чё мне нахуй вообще сказать что я могу сказать чтобы у них срезонировала у меня ипотека у меня я разъездил в кисловодск отдохнуть в санаторий вот терял у меня есть про метро шутка вону вообще ничего но может ему как раз интересно такое им было настолько не интересно что где-то на седьмой минуте вот этот мужик здоровый крикнул отстой так у меня сердце это был такой тяжелый камень и вообще на моем сердце я до выступал но это конус пройдет и справедливо с его стороны это абсолютно отстой был вообще не понимал что что происходит стоит чувак это и говорит 10 минут речь странную просто в конце ему деньги что ли надо кинуть и не помню так это странный он выпрашивает что-то не с барабанщиком должны были вместе что не с ним разминулись это барабан это должно было быть если это хип-хоп не даже до хип-хоп это отстой это народ была его финальная мысль когда он такой кричать не кричать и даже для хип-хоп это не одного оправдания как ты ушел оттуда я развернулся ушел я послушал как отбили происходящее ведущие но я помню что они как такие ну бывает как вы просили один ущерб на мероприятии один ну смысле как это бедный ущерб вы просили вы просили день мы нашли для вас того чувака который живет бедной жизнью он рассказал вам 10 минут из бедной жизни мы все поугарали словили немножко кринта а теперь двигаемся дальше вот именно вот этот крик наверно вот это еще давящая тишина была еще куда не шло отстой и такой блин как тяжело мне прям хотелось мне хотелось немедленно услышать еще от кого-то такую же историю чтобы ну я напишу кому-то и какой-нибудь комикс и ждала мне тоже так кричали я такой фух давай на двоих это разделим мне нужно было срочно узнать что такое происходит с людьми блин это ужасно ужасно у вас есть шанс если вы думаете о я никогда не выйду на сцену и так нравится заниматься стендапом вот у вас есть шанс пройти через все это и стать таким же успешным как тема емельянов человека через 17 лет однушка в будто вы знаете ли ты вообще не ставишь на то что досрочно смогу погасить а там как будто не выгодно насколько я знаю нет супер надо прям вот сто процентов досрочно гасить так лучше вообще сто процентов у меня там переплата жуткая получает у тебя в рублях да слушай а постарайся сейчас начать долларах зарабатывать страны и силе уже сколько прошу блин что ты сказал и себя уже сколько прошу чтобы сделать до клубу пишу сделать в долларах оплату ну однажды обязательно так у нас осталось примерно 15 минут и у меня два доната на paypal от дарьи консур наверное так или консур кость привет тебе из берлина я тебя слушаю с двадцатого года ты мне всегда поднимаешь настроение спасибо я два дня назад рассталась токсичным но очень красивым парнем грущу из-за этого как думаю что было правильное решение кстати это мой первый донат в жизни спасибо большое дарья слушай скорее всего неправильная потому что смотри все люди токсичные а у тебя был красивый парень и зря ты с ним рассталась скорее всего дальше будет какой-то тоже парень он будет тоже токсичный возможно пьющий но некрасивый тебя он было держаться за того красавчика вообще красота недооценена в последнее время сейчас пошла вот эта новая этика вот это все но факт остается фактом красивые люди рулят и если мы видим таких то надо постараться держаться за них и понятно что понятно дарья почему он был токсичным он красивый он так живет он имеет на это право вот странно быть красивым и как все при это да и добрым это для жирух можно пожалуйста я могу я красивый я могу да и надо вот какие-то что то и вот изучать что-то и снова узнавать быть не токсичным так что если вашей жизни появляется красивый человек блин он и вас понимаете что самое главное в этом что красивый человек делает вас красивее люди люди начинают вас о она общается с красавцем наверное она тоже красивая начинают вас видеть иначе поэтому каким бы странным и неприятным человеком не был красивый человек рядом с вами терпите он дарит вам себя свою красоту юлия мирка кидает тоже 10 долларов на paypal и пишет мозг сломался на итало-французской помеси у вас есть какие-то поинты в которых вы остро чувствуете разницу в возрасте при общении с людьми на 5-7 лет старше или младше вас если у вас какие-нибудь поинты которые вы чуть блин я но это обычно у меня это вот в каких-то отсылок например на группу спорт вот тёме 29 он знает так какие группы слава марла услышишь нет но мне не нравится но смотри здесь штука в том что я я всегда был дедом меня что бесит я всегда был дед всегда но она в то время когда рождались деды до нынешние но и меня бесит что типа раньше когда ты типа молодой это твоя точка зрения на музыку кино и все остальное а а когда ты становишься старым люди такие ну ты дед да нет я всегда был дедом поэтому эйджизм это ужасно это не шутка и ну вообще как будто бы вот стендап тусовки это наименьше сказывается не нормально сказывает просто молодой ну вот я общаюсь с комиками им лет вид по 20 22 23 24 и я вообще не ощущаю разницу они ощущают в этом прикол идем я даже я тоже не ощущаю но они ощущают это так работает у меня с кудишку купить я не понимаю плюс но плюс ты еще на 29 это нормально вот тем мы знаешь что мы закончим на первом вопросе из школьной анкеты да так я на самом деле я должен ответить я должен ответить стимпов скому я обещал usdt кошелек на следующий стрим но я имел ввиду же стрим в 1 ты же понимаешь что я не буду сейчас вот разглагольствовать по поводу ну короче это бы естественно в пятницу когда будет стрим в 1 будет и издать и стрим есть дт кошелек но у вас как будто просто кончились деньги судя по сегодняшним донатами ничего не хочу сказать я ничего не хочу сказать ну ну кто 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 захочет скинут еще не знаешь тем если кто захочет тут скинут а так то не пожалуйста не не склеите я в общем могли бы конечно не может они открывают реквизиты может ну так же я надеюсь что сейчас да то есть в целом то ну много вариантов можно на donation alerts можно ставить на бусте спонсора можно на на патреоне можно скинуть там на сберкарту на сбербанка ну то есть вообще все доступны ну в общем да кроме вот кроме крипто кошелька но он будет следующий пятницу по одному что мы тебя прям крипто тусовка у тебя поглянет до этого нормально кидали учет ну и давай просто ну и может еще перерыве вот когда закончится начнут кидать также тоже происходит что ну да ну так обычно меньше сильно кидают ну сбивают убивают я верю что сбивают сейчас просто я не очень в это верю мне неприятно ладно я должен тебя спросить меня я хочу успеть у нас же все нормально по времени ты хорошо да у меня я хочу спросить тебя про первую любовь первая любовь про твою первую любовь чтобы ты рассказал историю своей первой любви но не ну такой кость ты меня вообще слышал до этого я имею ввиду ну такая что первая первая школьная детская вот это что-нибудь есть такая да школьная детская рассказала было в восьмом классе и ей было 11 это кстати было в прошлом году ей было ты имеешь ввиду я у кого был первой любовью правильно исправим вопрос не нам всяк вот твоя первая влюбленность вот как это восьмом классе в итоге мы были оба нет она была в девятом или в десятом так да и захар она пишет она гермиону играла еще происходило во владимире давайте сразу приземлимся перестанем путешествовать переходим в город прямо внутри владимира маяковского эксперимент по уменьшению да мы находились в гимназии номер три и у нас как-то тайна это любовь еще началась и вот это чувство того что мы скрывали от всех это я не могу вспомнить почему мы скрывали это от всех как ее звали юля 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 да она была старше она была красива и короче мне просто у меня зрители уже считают что это моя педофильская рубрика поэтому она была старше но все еще несовершеннолетние да но наверное у нее уже были уже там я не знаю алой ну типа маленькая плоская да вот это все и до развивалась именно физически очень медленно блин сорян короче вот мне тогда казалось что она вообще с ума сошла что она со мной встречается что я был ну него ну у меня были очень странные волосы и вот я бы фотку пришли фотку блин а есть возможно у меня есть ну короче надо поискать найти но эти скину там ну плод и бы вообще я был еще низкого роста блять я найду давай должно наполнить историю чтобы понимали ну мне я короче тогда ее посчитал вообще я понял что ник вот не подождите я прошу не фотку девушки в ржутем и молодого люди уже такие да уже кое-что а есть фотка где я 11 дальше уже неинтересно дальше у них гипофиз прет господи за формулировка ужасно дальше не идти дальше не гипофиз прет я тогда вот узнал что есть некоторые люди ну сильные как личности которые готовы встречаться несмотря на то какой у тебя партнер то есть я вот не готов был бы ну вот в том своем этапе развития встречаться с кем-то кто ну как выглядел как я не красиво но не то что сейчас конечно и в целом ну ладно да да не бракай вся блин будет я уверен понравится фотография и она начала вот встречаться со мной несмотря вот на то что она могла встречаться с крутыми парнями на нас встречалась со мной и я такой блин вот насколько она не зависит от внешнего мнения как это круто это тема в восьмом классе ну чё ты нашел не я близок я близок и короче мы встречались где-то я помню что она мне кучу засосов у нас было у нас был какой-то фетиш оставлять засосы друг другу постоянно я это очень нравилось им а мне нравилось то что я приходил в школу с засосами я такой ну кто что скажет меня вообще что я не не классный так это вот нужно понимать что это мне 14 лет я тебе прислал фотографию что были не надо было говорить что тебе 14 мы бы сейчас спросили как вы думаете сколько теме 10 лет так но сейчас вы увидите 14-летнего тему вот это ему это ему не 9 а 14 но надо сказать что ты милаха ну то есть вот рядом парень которому реально 14 а вот тема блин как это работает вот тема девятилетний вот его четырнадцатилетний ровесник не на ты милаха типа ты весь такой ну да да спасибо кость спасибо кость спасибо я должен перестать винить себя того времени за то что я так выглядел я еще переживал что я не выросту вот я очень низкого роста был ну и вот вот мы с ней встречались по моему 422 или три месяца и я помню что короче в какой-то момент она со мной рассталась а как вы начали как вы начали это тоже важно мы поцеловались на вписке на какой-то у друзей вписка и вот это лицо я был на вписке я мы ой мам я на вписке девочку поцеловал как будто ребенка и бабушки одновременно блин у тебя прям вот знаешь вот тебе здесь вот тебе здесь 14 но у тебя прям какие-то младенческие черты не то что детских прям младенческие и это даже ну нет я это не прикол ну то есть в этом есть прям как будто как будто ну вот на более взрослого ребенка прикрепили лицо младенца типа с помощью нейросети я не угораю но типа в этом нет ничего плохого ты милаха типа ну это странно просто это она педофил как написала а не да по моему она его бросила потому что он начал взрослеть так как вы начали ну то есть вы нравились друг другу или как это было мы классно я пробовал прям день и ночь переписывались мы общались по телефону очень долго и я не мог она меня поцеловала причем первое потому что она поняла что я видимо этого так и не сделаю потому что я прям был ну я для меня это был вот первый поцелуй дорог он случился я я блин не мог представить что это сделаю а надо такая отдельная взяла и мне можем представить что ты этого не сделаешь мы можем можем мы можем за за весь стрим создал образы человека которому любовные утехи и который не тушь не тушь легко лавирует в этих вопросах но когда-то я был другим когда-то был другим когда-то вот таким был я хочу на заставку это извини я я только умиляюсь в это вообще нет ничего раз к экрану подводишь и мне так смешно и вот мы очень много по телефону общаюсь прям часами вообще до полуночи постоянно общаюсь по телефону вот мы поцеловались первый раз на на этой песке и я просто я был вообще на седьмом небе вообще не понимал это со мной происходит или нет я помню что я тогда начал фантазировать на тем нет пришла тогда фантазия и она мне до сих пор приходит что если бы вот меня ребенком еще больше ребенком чем я еще меньше не высказал по как обратный фильм эффект бабочки у него же там было что он в какой-то момент времени выпадал из своего тела а потом потом возвращать что если бы вот тот мозг вот ребенка который вообще там не верил себя его переместят мое тело на секунду и вот увидит что я с девчонкой в этот момент и целую с красивой девчонкой я такой что происходит значит я у меня получил и вот так периодически мой мозг бы перекидывал в будущее я не знаю нахуй это рассказал вообще ни к чему не нормально ну я тебя понял и в итоге она со мной рассталась не назвав причину и это такой отпечаток на мне положила очень сильно вот просто перестала со мной раз перестала общаться не брала трубки и я вот опять же вот это тоже был очень сильный плане вот эмоционального я не я помню я тогда стихи начал писать просто чтобы у меня очень было тяжело эмоционально я вот я помню что стихи писал я помню я звонил пытался через подругу на нее выйти узнать что случилось почему 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 она не отвечать я помню что я заплакал в трубку когда звонил ей и она рассказала об этом всем и и все знали что я заплакал в трубку и это тоже было тяжело и вот у меня вот с тех пор был страх что вот когда человек мне переставал отвечать нам день повторной ситуации что вы почувствовали в этот момент я почувствовал что меня оставили бросили и и и даже не посчитали нужным сказать чем я недостоин по почему почему я недостаточно хорош я могу сказать что вот этот незакрытый вопрос да он вот стал таким но определяющим в отношениях вообще с людьми в целом и с противоположным полом частности это это оказало по колоссальное колоссальное влияние вообще на все мои отношения мне потребовалось проделать огромную работу чтобы вот снизить вот эту навязчивость на людей когда они мне не отвечают молчат перестать это воспринимать на личный счет а понимать что просто люди заняты возможно и не все просто вам не разочаровались и уходят из моей жизни всегда что не обязательно люди просто всегда уходят из моей жизни вы научились отпускать я я думаю что мое сердце не научилась также любить что в тот момент мое сердце сказала мы не готовы переносить повторно эту боль и поэтому мы будем открывать тебе небольшое окошко любви но полностью ты не вывозишь вот так а может быть уже вот в тот момент вы решили что шлюхи стептизерши порошок это вот ваша ваша дорожка да она сломала ну и вот на первом на первой нашей встрече вы говорили о секс-эголизме это вот это попыток компенсировать доказать что я достоин что я того стою и вот в разных партнерах постоянных сменах и поисках я хочу убедить себя что что я достоин любви и более того я хочу чтобы люди почувствовали ту боль разлуки которую я испытал тогда и видимо подсознательно поэтому я бросаю людей сам теперь что я появляюсь в жизни людей и исчезаю также просто потому что со мной тогда так поступили но я понимаю это в общем это может быть таким этапным моменты но вы должны знать что вы достойны любви вы достойны любви самому себе нужно разрешить быть любимым что если я как я узнаю что я достаточно хорош достаточно хорош просто там сам должен себе это сказать я переведу 5000 какая грусть донатный блок разве это не стоит разве это не стоят соточки ребят и лайка я кстати вас еще попрошу раз уж вы такие нищеброды простите пожалуйста раз уж так все ну пожалуйста напишите комментарий под это видео обязательно ну это важно я читаю все лайкаю и все вот это вот тем если честно я думаю что она встретила другого я не хочу бить по больному но девочки в таком возрасте это знаешь точно я просил я просил его не целоваться с ней потому что но он целовался блин ну история на самом деле да такая мы прошли мы прошли еще ребят мы прошли через карусель эмоций спасибо спасибо тёме спасибо я значит я сейчас зачитаю донатный блок спрошу у тебя про импровизацию и мы будем заканчивать лиза кидает целую тысячу рублей с сердечком пишет успела успела лиза спасибо тебе огромное ну и пусть кидает 250 пишет давно ждала тему на стрим прямо после разгонов где было сказал утка ёб начала ждать тема же придет еще тема придет еще если вы хорошо его попросите вот это все а в донатах донатах тоже вот но лайки комментарии ребят самое большое количество комментариев под этим виде выпуском покажет что вам действительно не безразлично это все влад кидает 150 сердечком пишет 30 километров проехал решил потихоньку вводить спорт свою жизнь начинаю смотреть стрим влад потрясающе ну ты такой молодец ну ты такой молодец он сейчас в начале стрима да это он донат кинул он в прошлом сейчас находится почему нет сказал что он поедет на 30 километров и потом начнет смотреть стрим и он проехал 30 километров а и он сейчас в начале стрима раз он не смотрел стрим до этого он сейчас прошло но скорее всего да и в конце он узнает вот что приятно на него до разрыва орты 100 рублей сердечком мы-то вбиваем вбиваем но толку-то ты же не читаешь да как не читаю разрыва орты я все читаю врешь ты все нам тут говорили что иногда вы кидаете донаты не в шкалу а как-то по-другому в donation alerts то есть они идут деньги поступают но они не идут в шкалу и типа не высвечиваются в таком случае мне просили об этом говорить отдельно что типа когда вы заходите надо заходить именно в шкалу то есть не забывайте вот апрельская шкала на нее но я так понимаю что это очень редкие случаи вот еще разрыва орты кидает сотку сердечком пишет ну ладно моя-то совесть чиста а ты-то там сам с собой вот это все разбирайся спасибо большое так меня кажется пытается подловить человек с ником saga бауэр может быть и не пытались 100 рублей кидает этот стрим лучшее что случилось за последнее время спасибо сердечко спасибо теме разрыва орты 50 сердечком донаты донаты так вот же они кость а да ладно тем ты меня не знаешь но я тебя знаю как дела понравился стрим как те кости вообще нравится с ним общаться и как будто просто сумасшедший человек еще 50 от разрыва орты сердечком мне в принципе нравится хороший вроде человек донаты только не читая дочитаю ли твои донаты походу сводится к тому что ты просто не читал донаты нет 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 бывает очень редко когда при перелистывании страницы она кидает еще 50 сердечками пишет но может сейчас прочитает да прочитал уже прочитал все так тема уже два часа больше двух часов в эфире при импровизации тебя просили тоже узнать так что открывается какая-то глупость открывается у меня тут что это сорян сорян пожалуйста не открывайся чтобы это ни было все что что у тебя с импровизации у тебя отдельный какой-то импровизационный проект вы делаете про вы да мы делаем импров клубе поделаем в клубе импров каждую неделю в это воскресенье 16 апреля мы в питере будем выступать так что если вы из питера приходите в стейдж на импров мне кажется мы классный импров очень делаем мы короче стараемся работать не над дешевыми шутками а именно делать ситуативную комедию на ходу типа скетч в идеале у нас должен получиться с комедийный скетч и ему очень много мы бы мы правда очень много работаем как команды и я думаю что прям у нас хорошее чувство вкуса наш скилл пока не все догоняет вот на то наше чувство вкуса но он обязательно догонит но это уже очень смешной классный шоу я правда горжусь нашей команды нашему правом вообще расскажи к с кем вы это делаете мы делаем это с игорем торлецким один из моих самых любимых комиков очень талантливый чувак этик чернышенко безумно тоже креативный талантливый чувак очень люблю эдика оксана мафагел классный дублин вообще всю команду очень люблю оксана мафагел настя ли али кокушкина и олег боярский вот наша группа были были еще люди часть сейчас вот руслан халитов с нами был он в грузии да не гугунава вот ну короче сейчас вот мы всемиром ну кто у кого получается вот каждое воскресенье мы собираемся мы тренируемся перед этим и суть нам дают слово и мы от слова должны начать сценку и соблюдая определенные как бы правила взаимодействия совместного мы должны понять кто мы где мы находимся и что происходит найти какую-то смешную точку и начать бить в нее гиперболизировать что получился буквально скетч комедийный то есть вот структура по идее полноценного как бы скетча а как вы это начали чего-то началось вообще супер руслан халитов решил заняться импровизацией я вообще стоял рядом я не знаю вас как будто в отделе взяли я вообще рядом стоял ты моя импровизация так это кстати не прошло бы в хорошую импровизацию плохая была слабая я не развиваюсь просто нет материала себе до хорошей кость проработать уже можно было выбрать импровизацию а ну да и вот он по моему тогда саша долго мы это было в джим он саша долгополова предложил типа давай по пмк ну типа обязаться пойдет саша типа да давайте чем ты будешь чем я буду и вот я с тех пор вот за главного но организационные вопросы я делаю многие по что комики очень многие ленивые и надо просто чтобы кто-то взялся за что-то поэтому я орг вопросы решаю а при этом вот я говорю мы с тех пор мы очень много прям переживали внутрь ну короче несколько раз чуть не рассыпались как команда просто потому что много негатива копилось что мы типа каждое шоу заканчивается мы начинали критиковать друг друга я помню я помню я прям удивился ну я был на ваш ну короче приехал в москву пораньше пришел в клуб там была ваша импровизация я ее посмотрел и вы как будто типа дурачились дурачились чем-то занимались легким потом все закончилось и вы очень серьезно провели работу над ошибками я такой у ребят прям работают стараются видео и в какой-то момент очень очень много негатива копилось у нас как будто вот мы вот что-то уперлись не могли это пробить и копировалась взаимная какая-то претензии людям и это все вот не проговаривалась опять же и я помню что такой так давайте соберем круглый стол и обсудим кто что ну короче эмоционально как-то надо вот это все наружу вынуть проговорить кто что чувствует и и и вот у нас новое дыхание открылось в ноябре прошлого года когда мы как будто бы узнали какой-то вот и всегда узнаешь какую-то информацию которая не хватало то есть вы вроде бы в сценке вдвоем существуете что-то происходит но для чего-то не хватает чтобы эта сценка работала и мы не просто не могли понять что я эту книгу прочитал там по импрову вот кем мы вдохновляемся театр ю себе мы вот их теории вдохновляемся смотрим как крутые импроверы делают но вот не могли найти и вот мы нашли чего не хватало цен в сценках мы нашли это правило вот кому-то одной фразы нам не хватало личное делайте в сценках личное отношение чтобы вот даже если это продавец покупатель сделайте так чтобы между ними чтобы у вас не было не стояло два человека которые так нам надо дольше сценку поэтому будет тупо если я уйду поэтому я буду вымучивать из себя идею почему я остаюсь и это прям зритель чувствует это а когда вы начинаете что сделайте это личным сделай этого продавца другом своего отца не знаю или еще что то ну и все и у вас клей появится сильный вот это вот первое новое дыхание было а второе новое дыхание когда мы начали скетчи снимать буквально подписывайтесь на комики делают импров в инстаграме мы там выкладываем скетчи очень классно мне очень нравятся скетчи которые мы делаем я прям реально с них кайфую некоторые супер глупые некоторые классные вот обязательно комики делают и прав комики делаем я сейчас возьмусь как и подпишусь все ты этим самым завалидируешь нас как ребят я не знаю как вы но я подписываюсь на на этих парней я подписался вот подписался подпишитесь и вы комики делают импров давайте так сейчас там 447 подписчиков вас здесь 280 но мы будем считать что еще четыре человека уже подписались до этого давайте когда закончится стрим подтвердите что я топовый инфлюенсер чтобы ребят было 700 подписчиков в инстаграме ok или 450 будет уже прикольно когда еще 3 но или 700 или 450 где-то так и сад мы вообще всех рады видеть ok блин ну прикольно прикольно и это как отдельно то есть ну как этим зарабатывать сейчас ярослав оборин такой ну понятно так а деньги где здесь за да да про искусство ему наплевать вообще я не супер очень ну по идее концертов наверное я мы пока что все что зарабатываем мы пробуем мы вкладываем живым проф у нас просто не я конечно я на самом деле скорее не про это просто в принципе то есть короче бров для меня тренажер абсолютно наработать скилл который он и в сценарном деле потребуется мне скетч мне очень нравится писать скетча снимать скетчу и импров супер повлиял на понимание как это делать просто вот какой-то навык импровизационный меня импров в стендапе сильно бустанул я вообще все что я делаю я в целом делаю исключительно для стендапа я просто мало делаю для стендапа много как будто косвенных вещей но все это все равно направлено на то чтобы я лучше как комик становился и про в том числе это классный тренажер это очень классная штука я бы хотел просто взять навыки им пробы использовать их как-то ну круто и со вкусом мне не нравится мне не всегда нравится импров как конечный продукт именно медиа в лайве это восхитительно вы огромное удовольствие получите как медиа очень редко но вот мы не можем снять до сих пор у нас мы прям понимаем что мы не хотим снимать по что это надо теряется ребят 454 подписчика пожалуйста еще нам нужно еще 250 подписчиков 246 подписчиков чтобы вы же прямо сейчас я же вижу вас в чате вас 208 человек пожалуйста подпишитесь пишите по лайк блин офигенный стрим 2 часа 20 минут читаю финальный донат от лены за 50 рублей она пишет мне нравится как кости выступает экспертом в историях первой любви и всегда говорит за краша почему он поступил так или иначе ну потому что я в этом шарю я знаю сейчас слушайте подписывайтесь на мой курс счастливый муж богатая женщина если вы мужчина богатая женщина вот так я вообще я набираю я набираю и набираю 10 человек для моего курса по жизненной регуляции блин теперь этот курс стал доступен для все 10 человек набираетесь человек это закрытая группа причем ребят там все там все там бизнес там энергия будем много говорить про энергию энергии денег энергии любви энергии жизни будем очень много говорить о химических добавках об отношениях о перенастройки вашей вообще в жизни поэтому пожалуйста моем я не знаю где но вы найдете главное будьте в первой десятке а это был тема емельянов мы ждем от тем от тебя спасибо тебе огромное за этот за этот стрим все что нам нужно перед тем как с тобой расстаться проститься я надеюсь надолго потому что ты должен все еще против мою школьную анкету все что нам нужно это маленькая житейская мудрость от тема емельянова маленькая житейская мудрость блин а можно у меня есть заметка с цитатами которые я выписывал с книг можно я рандомно выберу оттуда то конечно такого формата вот давай вот это не страшно не страшно если тебя считают сумасшедшим самое страшное если они при этом правда это был тема емельянов спасибо спасибо нам всем спасибо вам еще раз спасибо тема тебя больше никогда не бросят ты достойны любви и вы все достойны любви любите себя в первую очередь на 34 сердечки в чат а на этом я с вами прощаюсь всем хорошего спокойной ночи и удачи вам до свидания блин прикольно мне понравилось время тоже ну по-разному но смысле и и весело было и как будто ряд блин я я хочу я не знаю нам нужен стрим где я просто тебя спрашиваю как ты жизнь прожил потому что это то что вообще такое я там в лионе ой нет не понял костя в хельсинки учился в лионе просто пусовался кстати милена привет я заметил тебя в чате давно не видел круто что ты снова здесь рад тебе да это все еще слышно я же тебе объяснял правило а вот пусть мы точно точно было 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 слава бога я не начал свою истинную дичину да народ ты что ты доволен ты получил то что гнари ужас доставил его зачитывать всем приятно музыка закончилась сейчас возьму и вырублю стрим но для этого может мне про яйца сказать по что под отношениями на расстоянии тоже про яйца писали про яйца до а чё там ставлю яйца ну я не знаю ты знаешь ты знаешь нет знак яиц может сказали ну может быть знак яиц на знак яиц это просто это типа сердечко это но имеется ввиду сердечки или буквально типа смайлик яичко ну смотри вот люди глупые люди рисуют сердечко типа и с знаком больше но совершенно очевидно что это скорее ну знак яиц они сердечко ну да типа представь но я сейчас в телеге нарисую типа типа знак яиц блин а я не знаю как они его рисуют сказал е и меньше да не не ену до 3 утра все да я по сейчас подожди секунду я по 3 почему е то господи потом может есть и те кто ну это морковь вот да 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 не но и знак яиц алё а а и а я-то думал блин про типа куриные не может быть это это имелось ввиду запись